Сегодня я вас приветствую в вебинаре, который является завершающим в небольшом подкурсе в школе терапии, посвященном основам психотерапии, посвященной векторам терапевтическим. Курс был посвящен целым восьми векторам. И финальный вектор, который я рассматриваю сегодня, это телесный вектор терапии, потому что мы будем говорить о телесно-ориентированной психотерапии. И тема очень интересная, крутая, конечно. Естественно, веб-формат не даст вам возможности полноценно ощутить прикосновение телесной терапии. Именно так я назвал данный вебинар – «Прикосновение телесной терапии». Ну, вы будете сами представлять, как эта терапия прикасается к вам телесно, если захотите, конечно же. В зависимости от вашей фантазии. Потому что, когда я обычно читал данный семинар в оффлайне, то я в лекционных формах редко, на самом деле, даю какую-то практику. На провокативке я обычно давал практику, и обычно на телеске я мог давать какие-то небольшие примеры, скажем так, телесно-ориентированной работы. Вот. Ну, сегодня обойдемся без просто упоминания, и потом вы, в случае чего, по надобности авторов, которые я буду описывать, досмотрите, как они там работают полноценно. Вот. И сложная часть того, что действительно, чтобы понять, что такое телесная терапия, ее реально нужно почувствовать. То есть теория как бы есть, вот. Но чтобы осознать, что она действительно дает, и как она работает, необходимо участие в погружении в тот либо другой метод. Они очень интересны, очень интересны. Некоторые из методов телесной терапии, они сами по себе даже сами себя не считают формами терапии. Просто в некоторых странах они признаются как телесно-ориентированная форма терапии. Смотрите, если мы вообще рассматриваем категории, категорию телесно-ориентированная форма терапии, вот это психотерапия, именно психотерапия, не терапия, не физиотерапия, остеопатия, что-то еще, там массаж, потому что некоторые скажут, а массаж это психотерапия? Иду на массаж, и у меня это все спокойно, хорошо, классно, великолепно. вот, как бы, да, в какой-то степени массаж, в какой-то степени может быть психотерапией и может иметь некоторые психотерапитические эффекты, и только физиотерапитические эффекты. Любые физические упражнения, они при правильном применении могут быть телесно-ориентированной психотерапией. Вы практикуете массаж, правильно используете его, там может быть терапия. Вы занимаетесь йогой, правильно, там может быть психотерапия, может быть. Вы практикуете китайский цигун, либо какие-то другие формы интересных восточных упражнений. Там может быть аспекты психотерапии, просто данные системы, они как бы, они изначально не имели дела с именно настройкой только душевной. Если мы говорим о древних системах работы с телом, то они чаще всего очень эзотеричны, и они ставят в основу не проработку, просто чтобы вам было хорошо эмоционально, чтобы вы достигали каких-то интересных психо-духовных состояний, высокодуховных, выход в самадхи, познание дао, высокие трансцендентные переживания, скажем так, образов бессознательного, архетипов. Поэтому как бы вот множество форм современной телесной терапии, они в какой-то степени могут быть похожими на некоторые странные миксы физических упражнений и определенных массажных процедур. Но эти упражнения и массажные процедуры, они вот не совсем стандартны, не до конца стандартны, вот хотя некоторые из них, они максимально близки к определенным вещам, имеющим отношение к временной традиции. Концепты, которые закладывались в телесной терапии, они тоже как бы вот близки старым традициям и в какой-то степени, если очень-очень вобщать, то основы телесно-ориентированной психотерапии, я лично считаю, они все-таки исходят из практик индусских и китайских. Хотя изначально авторы не упоминали, что типа мы взяли и свистнули, потому что ключами, ну если вы будете, к примеру, изучать долгую телесно-ориентированную терапию, а потом решите серьезно заняться хатха-йогой, то вы обнаружите, что в хатха-йоге есть почти все ключи к тому, что это телесно-ориентированная терапия. И чаще всего терапевты, естественно, они так переиначивали все, переделывали, трансформировали, выдирали из контекста, захватывали опленные элементы, не раскрывая полноценно всю какую-то систему восточную. Вот поэтому мое утверждение, все-таки вся телесная терапия у истоков, у истоков это практики Китая и Индии. И понятно, что это повторит, повторит, можно только изучая эти традиции, уже потом наблюдают, а, так это уже сотни лет существовало, а вы даете, не знаю, какую-то практику. Далее, телесно-ориентированная терапия, она, в принципе, ее можно как бы условно разделять на ориентированную на транспарсональное переживание и не ориентированную на нее. Вот так, условно очень. Часть данной формы терапии, она, естественно, у истоков Сигмунда Фрейда и формально первым именно телесно-ориентированным психотерапевтом, формально. Хотя он не считался таковым. Можно считать одного из учеников Сигмунда Фрейда. Это Вильгельм Райх. И о нем мы с вами будем изначально много говорить, потому что если истоки традиции восточных культурах, истоки дедушки и бабушки лесной театриотерапии, то армально папой, отцом, который еще не назвал своего ребенка, это Вильгельм Райх. Вот такой Вильгельм Райх. Краткую информацию дам такую историческую, что это австрийский и американский психолог. Он неофрейдист. Он один из соположников американской школы психоанализа. И, кстати говоря, единственный из учеников Фрейда, который развивал возможности радикальной социальной критики, то есть отмену репрессивных форм морали, требования полового просвещения, которые он пропагандировал активно очень. То есть у него были идеи не только терапевтические, но у него еще и были идеи очень крутые, политические. По поводу его истории лично известно, что он в 2018 году поступает в венскую школу в Венском университете, а потом в 2019 году становится членом венского психоаналитического общества, где он, естественно, подсоединяется к Зигмунду Фрейду, начинает изучать его труды. Видите, он такой поздний ученик Фрейда, это 2019 год. И кроме того, что начинает изучать психоанализ, он начинает активно изучать еще теории марксизма, которые были очень популярны в то время в студенческой среде. И Райх был один из сторонников того, что необходимо в философии своей личности уметь эффективно совмещать теории Фрейда, теории Маркса, которые для него были, скажем так, во многом исходными, взаимодополняющими и комплементарными. Так что, в 2022 год он получает медицинскую степень бакалавра и становится первым клиническим ассистентом доктора Фрейда в европейской клинике. И потом, уже в 2024 год, Райх начинает быть директором первого в стране учебного института психоанализа, где он преподает. Тоже это поздний этап уже формирования психоанализа, но тут у меня тоже полностью сформирован. И, как вы помните, ученики Зигмунда Фрейда были близки к нему только до тех пор, пока он сохранял, сохраняли идеи Фрейда. Как только ученики начинали уходить в сторону и выдвигать какие-то свои концепты, свои идеи, то чаще всего Фрейд с ними ссорился и почти никакие концепты не признавал как ключевые в психотерапевтическом процессе. Пример, допустим, в 1927 году Сайм Райх не избегает конфликта с Фрейдом, вот так он придерживается марксистских взглядов и делает основу, акцент на том, что именно Райх делает, между прочим, некоторые люди считают, что Фрейд это говорил, не совсем так. Райх начинает говорить о том, что в основе каждого невроза лежит отсутствие сексуального удовлетворения. Фрейд говорил о том, что сексуальность имеет значение и невроз напрямую связан с сексуальной энергией, либидо, то Райх начинает именно делать такой концентрат, все от секса и недостатка, либо переизбытка, либо неправильного секса. Это скорее не Фрейд, это в большей степени именно уже Райх. Он является человеком, таким пропагандистом акцента именно на сексуальности. Кроме того, что, естественно, он пробует развивать свою аналитическую теорию, о которой мы еще поговорим, то есть он, к примеру, допустим, старается воплощать в жизни клиники, в которой он работает, некоторые идеи, вот такие вот, которые очень сильно тут перед временем не опережали современное его общество. То есть он, к примеру, пропагандил такие идеи, как, скажем, интенсивное образование в образе контроля о рождаемости. И он говорил о том, что необходимо предоставлять контрацептивы всем желающим. Вот этого в то время не было. Вот этот раз. Делал акцент на этом. Далее Райх говорил о разрешении абортов. Видите, он опережал время. То, о чем говорил Райх, вы можете видеть, сейчас оно есть. И он какой-то, если бы не был пионером этого. Ну, как пропагандист. Вот это раз, хотелось не быть презервативом, раз. Должно быть разрешение абортов. Два. Далее, удивительность пункта. Разрешение разводов. Вот. Разрешение разводов. Как вы понимаете, в тот период времени в Европе они давались очень-очень проблематично. Это отказ от признания факта законности брака значимым фактором для современной семьи. Далее, еще одна вещь важная. Он говорил, но я не знаю, насколько она полноценно в наше общество интегрировалась. Я думаю, не полноценно. Но это сексуальное образование. Как средство профилактики венерических заболеваний и сексуальных проблем. Я думаю, ну, не знаю, кто помнит уроки там, не знаю, как это, валиология, по-моему, была, это называешь, в школе. Или как. Вот. Это там, где нам рассказывали, как правильно сексом заниматься. Были у кого-то уроки такие, нет? Как правильно презерватив. У меня были, я помню, в школе какие-то странные уроки были. Нам объясняли кратко какие-то, что существуют некоторые венерические заболевания и что нужно делать, чтобы... Ну, конечно, мы все знали, там 10-й детокласс был, все сидят, слушают. Вот. И там нам рассказывают, что делать. Я не знаю. Опять же, есть ли это сейчас в школах просвещение, связанное с правильностью. Вот. Думаю, тут школьников сейчас нет. У нас. Вот. Далее, что еще? Очень важная вещь, это обучение сексуальной гигиени врачей и учителей. Многозначительно звучит. Обучение сексуальной гигиени врачей и учителей. Вот. Можете самостоятельно подумать, что именно в Райхе имею в виду. И относительно чего он так ярко настаивал на данном пункте и постулать. Вот. Позволю отпустить данный пункт на доволе вашей фантазии. Надеюсь, значительно бурный. И шестой пункт, он был революционным. Тогда и шестой пункт его таких политических постулатов революционный продолжает революционным и сейчас. Вильгейм Райх полагал то, что сексуальных насильников не надо их сажать в тюрьму, а их нужно лечить. То есть он считал их именно психически больными людьми, не преступниками, а психически больными людьми, которым нужно подругать именно лечение ее. Сексуальное насилие – это неприступное мнение, а сексуальное насилие – это расстройство психическое. Человек нуждается в помощи на самом деле. У него проблемы его сексуальности, неспособность ее правильно выражать. И из-за этого заблокированная сексуальность, она толкает человека на определенные преступления. Данный постулат, ну, мне трудно говорить по этому поводу. Я, если вы спросите, мое мнение там, не знаю, все-таки это преступление либо нет. Вот я скажу, это и болезнь, и преступление, в принципе, я считаю, что не знаю, незаконная самоболезнь не решает до конца ответственность за человека, хотя современные исследователи, там, не знаю, профессора, например, профессор Сапольский в своих лекциях, думаю, кто-нибудь из вас смотрел его на YouTube, потрясающие курсы его лекции, он утверждает, что право, юридическая система будущего должна, по идее, опираться на исследование медицины, исследование физиологии. Ну, например, доказано, что человек совершил какое-то поведение не потому, что он осознанно принимал решение, а потому, что его поведение было следствием, там, нарушением, то он не должен считаться преступником. То есть, ну, примерно, если в вашем мозге появится опухоль в определенном участке мозга, а вы станете очень агрессивным и не захотите убивать других людей в люмбическом теле каком-то. Вот. И современная, современная юриспруденция, она, как бы, не такая лояльная. Ты шизофреник, ну да, буквально доказали, шизофреник, ты не преступник, ты больной, тело пекает. А если там, не знаю, у тебя просто черепно-мозговая травма, например, допустим, люди с тяжелыми черепно-мозговыми травмами в детстве, они могут потом становиться очень тяжелыми преступниками, не контролировать свое поведение. Особенно травмы префронтальной коры. Те детки, которые сильно лбами бьются в детстве, очень сильно, они вот могут продуцировать такое весьма тяжелое эпилептоидное поведение. То есть не контролировать свои чувства, которые будут, они будут толкать на поведение. Не знаю, там, агрессия идет на кого-то, и если мозг функционирует нормально, ты ее сдерживаешь. А если мозг не функционирует нормально, там защитный механизм зарабатывает, и вот малейшая злость может на внешней репрезентации проявиться как тяжелый удар каким-то тяжелым предметом. Вот, поэтому как бы идея очень крутая, вот, и в принципе, в принципе, я вот здесь, наверное, буду сторонником больше профессора Сапольского, вот, то, что является симптомом, вот, то не является преступлением, вот, то есть преступление должно иметь определенный выбор, наверное, если человек нет выбора, он болен, он не преступник. Вот, но это не означает, что таких людей надо спускать, гулять, вот, это означает, что им нужна и не тюрьма обычная, а просто именно специальная тюрьма, скажем, специальный уход, просто в клетке сидеть, чтобы с собой врачи что-то делали, вот, потому что по идее таких людей можно привести в себя, вот, и еще одна правда Райха, вот, ну, правда, сексуальные преступления, они таки связаны с аналитической функцией человека, то есть, если будем рассматривать, к примеру, есть профиль сексуальных насильников, то есть, определенные события в детстве у мальчиков, как и у девочек, могут создать фундамент, вот, либо даже вообще подталкивать по максимуму, вот, на совершение тех либо других преступлений, сексуального толка, ну, как вы думаете, к примеру, классика событий в жизни мальчика в детстве, которая потом очень захочет изнасиловать женщину, когда будет взрослым, предположить, какие события могут быть, давайте, парочку минуток потратим, на ваши предположения, очень интересно, те, кто от меня не слышал, конечно, этих вещей, да, Маша. Ну, мама унижала каким-то образом. Унижала и, правильно сказать, даже сексуально унижала, просто унижение, оно может, ну, как бы, не быть причиной именно сексуального насилия. Если бы мама просто унижала мальчика, ты там ничтожество, ничего ты не стоишь, ничего ты не умеешь, вот, этот мальчик не обязательно будет именно сексуальным, вообще, он потом, он будет эмоциональным насильником по поводу девочек. Вот, ну, к примеру, допустим, если, если, там, не знаю, мать била, то у тебя потенциал бить, если мать оскорбляла личность, у тебя потенциал оскорблять, а если мама издевалась именно сексуально, как-то, ну, какие примеры, там, сексуального издевательства, ну, приведу пример, там, мать в детстве снимает с маленького мальчика трусы, смотрит, тыкает ему рукой, там, его маленький пенис, что-то такое маленькое, вот, такое ничто, начинает хихикать по поводу его гениталий, к примеру. Вот, в принципе, инцестозные формы поведения, они могут подталкивать, естественно, тоже сексуальное насилие, то есть, пример, скажем, инцеста, даже такого, полупрямого, что ли, вот, когда нет буквального совращения, там, 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 избыточное внимание, то есть, родители, там, не знаю, папа избыточно тщательно вытирает, там, не знаю, вагину своей маленькой дочки после ванны, вот, сексуальное ли насилие, либо нет, вроде бы, не сексуальное насилие, все родители вытирают, там, промежут своих детей, как бы, но некоторые пациенты, проходя терапию, вспоминая подобные процессы, они начинают быть полностью убеждены, что это было почти сексуальное насилие, вот, или sexual abuse, сексуальное оскорбление, вот, поэтому, когда родители создают это сексуальное оскорбление своему ребенку, либо кто-то еще, старший создают, вот, то потом начинается очень тяжелый процесс, вспоминаем, мы, как говорил Юнг, мы миру даем только то, что мир дал нам, вот, и родители действительно могут создать уникальные фундаменты, вот, если вы видите мужчину-насильника, сексуального, поверьте мне, когда он насилует кого-то, это его мать, в нем кого-то насилует, с 95% вероятностью, очень большой, то есть мать, которая, которая чаще всего была давящая, контролирующая, доминантная, подавляющая, важный аспект сексуального насильника мужчины, это страх перед мамой еще, то есть не просто мама делала что-то плохое с мальчиком, а еще мальчик боялся маму, есть правило, аналитическое, чем больше мальчик боится маму, тем более опасно для женщин, конечно, да, и то же самое опасность, страшное существует, чем больше девочка боится папу, вот, многократно подтвердал мое правило, оно, я считаю, неукоснительно, вот, я понимаю, тут могут быть люди, которые соответствуют данным критериям профиля, ну, знаете, такие есть, опасность у вас есть, вот, девочка, которая боится папу, доминантного, контролирующего, она, она рано или поздно, она отреагирует все на своего мужчину, рано или поздно, так или иначе, вопрос времени, это может быть год, может быть два, может быть три, но это будет, вот, и то же самое, мальчик, который боится свою маму, рано или поздно, он отреагирует на свою женщину, потому что страх, это чувство, толкающее к действию, и со страхом долго жить нельзя, не получается, рано или поздно, страх начинает подталкивать человека на действия и насилие по отношению к сексуальному партнеру, или иногда не к сексуальному партнеру, а ребенку, бывает так, что сдерживший механизм идет по поводу именно от партнера сексуального на детей и на партнера это все вымещаться начинает. То есть, мы здесь определенные такие передатчики, трансляторы, трансмиттеры, потоков эмоциональных, и родители нас как бы инициируют в определенных ролях, действия, это такой поток ролевых инициаций. И почти любые какие-то взаимодействия детей и родителей в сфере сексуальности это опленные инициации. Чаще всего они темные, мрачные. Если мы говорим о сексуальности в детстве, то есть правило, которое порой очень трудно соблюсти в реальности, чтобы родители не имели ничего общего сексуальности ребенка, и ребенок не имел ничего общего с сексуальностью родителей. Если так получается, то вы лишены очень большого количества потенциально возможных типов травматического поведения. Но, увы, почти у каждого человека и могут быть какие-то ситуации, связанные с сексуальными процессами и по поводу родителей, и по поводу каких-то близких, знакомых. Мы ведь сексуальные существа почти от рождения. И период познания сексуальности начинается у детей порой очень-очень-очень рано. Когда-то я думал, что это может быть 4 года где-то. Я находил примеры, когда сексуальность у детей может пробуждаться даже в один год. Ну, а то, что у мальчиков во время, да, даже в один год. Одна моя студентка рассказывала мне о том, что когда она наблюдала своим годовалым сыном, она наблюдала, что он все-таки кое-что делал со своей гениталией. То бишь, манструбировал. Вот. Показывается чем-то нереальным, такое бывает. Очень редко, но бывает. А так, вот мастурбация, можно начинать, быстро начинать, звучит странно. В 3 года, в 4 года, вот в 5 лет, период начала мастурбационного процесса у подростка, у ребенка может быть, растяло от 1 года до 20 лет вообще такой период необычный, вот так громадный, просто-напросто, просто феноменальный. Вот. О данном периоде мы еще поговорим потом, не буду слишком испыточно на нем фиксироваться сейчас, чтобы не сбивать вас с ключевой темы. Вильгейн Райх, не буду больше глубоко комментировать его личную историю, для темы не очень важно, что ли. Начну с одного из ключевых революционных концептов, которые он начал привносить в терапию. Он разработал идею концепта, называемого мышечного панциря, либо мышечного каркаса. Вильгейн Райх сказал, что у каждого человека есть так называемый мышечный панцирь. Что такое мышечный панцирь? Мышечный панцирь это опленный набор секторов зажимов телесных, мышечных зажимов. Он обнаружил, что у каждого человека есть некоторый конгломерат напряжений в теле, фоновый, постоянно. Если вы возьмете, отвлечетесь, слушание меня и проследите вниманием по своему телу, приобретите внимание, у вас плечи расслаблены или напряжены. Опустите плечи, попробуйте опустить. Раз, опускаются. Вы поддерживали их постоянно вот так сейчас или они были опущены. А потом попробуйте пальцем тыкнуть по ключице. Она мягенькая, либо жесткая, напряженная. Какая? Что-то в ней такое происходит. А в роботе почувствует, а череп расслабленная, вот меня слушаете, куда? Вот, вы напрягаете? Есть спазм? Вот, есть ли напряжение в спине где-то, фоновое, перманентное? Потом, обратите внимание в животе. Обратите внимание на А, очень много напряжений, руки за спазмированные. Ты слушаешь, как я, руки напряжены здесь кисти. Можете их расслабить полностью. Вот, все вы почувствуете при этом. А лицо? На лице, фоновое лицо у многих людей очень сильно напряжено. Ну, к примеру, могли неоднократно видеть людей вот таких постоянно. Вот, обратите внимание сюда, вот, вот, лоб. И ты не понимаешь, почему он сердится постоянно на меня, этот человек. такой. Если, расскажу секрет, если вы видите на улице человека с таким выражением, вот так, предпроходящим, ну, как вы думаете, что это значит? Он просто проходит мимо человека, на вас не смотрит, но он такой. А чем это? Вообще, что это за эмоция? Это гнев или нет? Нет? Нет, это не совсем гнев. Я разочаровываю. Кто знает, что это такое? Это не гнев. Это вроде упертость? Громче. Это вроде упертость? Как, как? Еще раз. Упертость. Упертость? Нет, это не упертость. 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 Маш? Сосредоточенность. Близко. Напряжение? Напряжение – это не эмоция. Напряжение – это ощущение. Смотрите, это бдительность, это чувство бдительности. Вспоминайте это выражение лиц этих вот, чем отличается выражение лица кассира в супермаркете от выражения лица охранников в супермаркете. Лица этих охранников, они такие, как орлы такие стоят, наткался. Понаблюдайте, реально, это непочатый край для психологических экспериментов, наблюдания за эмоциями людей. Вы обнаружите, что эти охранники такие. они не гнилуются на этих людей проходить, но они сконцентрированы, сосредоточены. Это чувство бдительности. И если вы охранник в супермаркете, там у вас можно понять, что вы должны быть бдительны, чтобы кто-то что-нибудь нести блюл. Какую-нибудь банку с Кока-Колой, если бы там джинсы. Не за это не запихну. И чтобы вы не начали проводить телесно-ориентированную терапию для посетителей супермаркета. И чувство бдительности, если она возникает у человека без роли, то это много говорит о его опыте. Очень интересно. Как вы думаете, что говорит об опыте девушки, если она, смотря, что какой-то мужчина проходит мимо, она делает вот так. Что это означает? Почему девушке быть бдительной? Ну, давайте начнем с самого интересного. Это почти гарантированно, что она в сексе не испытывает два раза. Это раз. Почти. Гарантированно. Далее. Это почти гарантированно, что она тяжелый параноик. Два. Это почти гарантированно, что в ее личном опыте и есть определенные ситуации, где мужчины нарушали границы сексуальной. Это три. Это можно скалибровать, просто-напросто наблюдая за тем, как женщины реагируют на мужчин, проходящих мимо. По какой-то секунде выражения эмоций можно сразу же очень много рассказывать. Вы начали подходить, говорить этому человеку, девочке или девушке, или женщине, о том, кто именно тебя изнасиловал в юности. И у людей будет такой шок, откуда ты это знаешь. Ты же мне собака показала. И нужно быть мексиканским колдуном Доном Хуаном, чтобы эти вещи вычислить. Простой анализ, объективный. И вы можете себе составить определенную карту. Вот. Если мужчина, мужчина постоянно напряженный здесь, то с большой вероятностью его белотец, кстати, Гавалин замечал. Многие мужчины такие-очень такие напряженные. Когда мужчина расслабленный, видит другого мужчину, он напрягается. В спазме идет такое напряжение. Сосредоточенность такая. Если он не боец какой-то там, не знаю, арены, боксер, который постоянно выступает на вот, и он должен быть готов для спарринга, с большей вероятностью его белотец и к чему-то привязал. И он должен постоянно фиксировать внимание. То есть мы своим напряжением тела мы выдаем свою динамику мгновенно. Мы выдаем динамику очень сильно, к примеру, другими частями тела. То есть, к примеру, человек, который при виде какого-то другого человека начинает делать, вот так поджимать плечи вверх. Что это значит? Это с большой вероятностью он находился в контексте, где его регулярно унижали. регулярно унижали и пугали. Может быть, эмоционально пугали, может быть, физически, страх. И у людей, которые долго испытывают страх и давление на себя, не начнут пугать. Внешним видом напряжения мышечного панциря они таким способом даже показывают другим, что они жертвуют. Потому что реакция мозга других людей, она напрямую связана с тем, какие сигналы невербальные вы подаете. Это означает, что если вы ведетесь как жертва, вы привлекаете к себе психопатов. То есть, чем больше ваше тело показывает жертвенное поведение, тем больше вероятность того, что мир даст вам людей, которые вас хорошенько вздрючат. Вот был интересный эксперимент, делали большую подборку, людей собрали с высоким уровнем жертвенного поведения, собрали людей с высоким уровнем психопатичного поведения. И в общем, в одной комнате была подборка, была часть людей, которые высокие уровни жертвенности и часть людей нейтральных. В другой комнате были люди, набравшие высокий балл по психопатии. Так вот, психопаты могли видеть всех людей в другой комнате. Жертвенные, обычные люди, они не видели, кто находится в другой комнате. И психопатам задавали вопрос, вопросы, к кому бы вы пристали? Вот, кому бы вы придолбались хорошенько? А чего это, с какого-то района? Помните? Олдскул, хулиганский. И психопаты угадывали жертв, угадывали, калибровали где-то с 80-70% вероятности. То есть, у психопатов, они не понимают, почему их тянет просто на людей, которые демонстрируют жертвенные калибровки. Их мозг хищника, он притягивается подойти, отобрать, пристать, что-то сделать, пнуть, оскорбить. Поэтому, если к вам часто подходят люди, которые вас почему-то оскорбляют, либо пробуют с вами что-то сделать, то задайте вопрос, о какой части своей невербальной коммуникации вы можете притягивать к себе оплённые реакции людей. Потому что в большой толпе рано или поздно отыщется именно ваш психопат, который попробует вас полюбить в той форме, которая вам может не очень понравиться. То есть, мы светим это всё своим мышечным панцирем, мышечным каркасом. Мы показываем людям, конгломератам напряжения мышц, что с нами нужно делать и что с нами не нужно. И, например, молодой человек, который часто попадает в ситуацию с хулиганами, ему достаточно просто выпрямить в плечи, в грузь делать колесо, идти более расслабленно. И хулиганы почему-то не захотят пристать. Вообще. А если ещё делать правильные калибровки, они не захотят пристать, они ещё будут разбегаться почему-то. Вот есть такая невербальность, которая напугает. Опять же, это тоже оплённое напряжение специфичное, и это о контроле поведения через форму психоэмоциональных импульсов, через невербальную коммуникацию. Райх заметил, что у людей от разных эмоциональных составляющих блокируются различные сегменты тела. Разные сегменты тела. разные эмоции блокируют разные участки. И, к примеру, если вы давите оплённые эмоции, почему давим эмоции? Это очень просто, потому что общество может не принимать человека, который выражает какую-то эмоцию. Необязательные эмоции, между прочим, эмоции, либо оплённую форму инстинктивного поведения. сексуальность не эмоция. Сексуальность является определением драйва. Желание пищи, желание секса, желание сна не есть эмоции. Думаю, знаете об этом. Это называется драйв. Такой термин. У некоторых людей будет новый. Драйв. И когда человек испытывает сексуальный драйв, не сленговый драйв, более научный термин драйв, и подавляет его, конечно же. Ну, не знаю, вам хочется какого-то человека. Перед вами какая-то женщина или мужчина очень красивая, и у вас просто гениталии вау. Картинки с сексуальностью идут по полной программе, но нельзя как-то так. Люди же вокруг. Видите, один раз, другой раз, третий раз, четвёртый, пятый. И ваше суперэго мерзкое. Нельзя, 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 будешь плохой, плохой, плохой. А у вас картинки только об одном. Вы раздетые, он раздетый, она раздетая, вы, он, вы, она, вы, он, вы, она. Куда-то их девать надо. А вот когда мы блокируем, говорим себе нет, мы хотим, но говорим нет, каждый директор говорит нет, напрягается участок тела у нас. Напрягается. То есть это нет здесь, это спазм здесь. Не тут, на определенных участках тела, в зависимости от того, что мы хотим подавить на себя. И там, например, если мы хотим кого-то дзинуть хорошенько, идет человек такой, мерзкий, человечащий, его, дзинуть бы его, сукин ты сын, такой, или сучка такая, как, вот, терпят тебя, вспоминают таких людей рядом, вот, и если вспомнить моменты, когда вы думаете, так, у вас кулаки напрягаются, скорее, они, челюсть напрягается, а если вы каждый день видите, такую гадину, проходящую мимо, такой, мерзкую, какой будет сосед, который критикует вас постоянно, или соседа, который орет, выключи колонку, вот, либо какая-нибудь старушка говорит, а еще ты так ходишь, ты так вспоминаете у каждого есть подобные ситуации, вот, одно прикосновение к таким воспоминаниям, вот, вы заметите, у вас спазм здесь появляется, спазм здесь, вот, и тело мгновенно покажет, что оно хочет сделать, если это происходило долго, напряжение начинает быть фиксированным, оно, оно, оно фиксировано, и вы никогда не расслабляетесь, то есть вы ложитесь спать, у некоторых людей есть иллюзия того, что когда вы спите вы расслаблены, это не так, вот, если мы не выполняем каких-то специальных упражнений, вот, даже если выполняем их, не расслабляемся, а если люди вообще не занимаются ничем, вот, то, поверьте мне, от этого от занятия ничем, тело с каждым днем может быть больше и больше и больше обретать такое напряженное сгрузкообразное состояние, люди, которые долго не могут расслабить свои фильтры, мышечный панцирь, рано или поздно они начинают очень сильно тяготеть к импульсивному поведению, то есть чем больше вы давите в себе, тем потенциально вы более импульсивны можете быть, эта импульсивность чаще, а часто она может выскакивать в потребности в обилии алкоголя, вот, раз, наркотиков, потому что первичные алкоголь и наркотики могут давать это ощущение расслабления поначалу, день, два, три, они дают расслабление, потом они прекращают его давать, когда оно регулярно это поведение, мышцы, тело больше не расслабляются, из-за этого, чтобы расслабить, почему человек начинает быть зависим, он чувствует пиковое расслабление, он хочет дойти, добраться до него, по-другому он сам не умеет это делать, и еда больше не дает расслабления, сон больше не дает расслабления, нужно делать, искать дополнительные средства расслабления, вот, поначалу секс как бы должен давать очень глубокое расслабление, но, если секс регулярный, постоянный, ну, каждый день, через день, он утрачивает функцию давания расслабления, sorry, то есть то, что регулярно, то, что постоянно, вот, оно прекращает глубоко воздействовать на мышечный панцирь, и там начинает возникнуть переход поиска чего-то еще, что будет давать ощущение расслабления, это ощущение расслабления, оно очень тесно связано с опленными фазами функционирования нашего мозга, наш мозг следует опленным фазам, где в течение полутора часа, фазы обычно длятся, ключевые фазы суточного мозга обычно длятся в течение двух часов, и того у нас где-то за 24 часа идет 12 фаз, так исследовали нейрофизиологи, кстати говоря, это очень тесно связано, между прочим, почти подобное представление есть и в китайской народной медицине, только там есть акцент не на активности мозга, концентрации, а на циркуляции энергии ци в теле человека, и считается, что у человека энергия концентрируется в теле один раз в определенном участке тела в два часа. Так вот, эти ритмы циркуляции внимания, попроще, где-то полтора часа мы можем сконцентрированными быть на чем-то, и где-то минут двадцать, плюс-минус, мы должны быть расслаблены. Наш разум идет по такому циклу, это означает, что если мы концентрируемся на чем-то очень активно, больше, чем полтора часа, разум не испытывает отпускание внимания, словно расслабление и напряжение накапливается. Вот, кстати говоря, между прочим, если вы заметили за собой, что оптимальное время тренировки, чем бы то ни было, это полтора-два часа, вы заметили, чем бы ни занимались, полтора-два часа, а потом перерывчик сделать надо минут пятнадцать, чем-то, что-то другое. Это не просто так, это реальный цикл мозга, то есть мозгу необходима концентрация, читаешь что-то, пишешь что-то и потом через полтора-два часа отойти, выпить чай, поболтать ни о чем, прогуляться, не просто так вы это делаете, это делается потому, что мозг испытывает потребность временного отпускания внимания. Если вы не отпустите внимания, вы не достигаете расслабления, напряжение копится и с каждым следующим циклом вы будете все менее и менее эффективны. То есть правильная пауза, они дают расслабление и правильные паузы, они будут позволять мышечному панцирю быть более расслаблены. Ну, увы, чашка кофе либо болтовни ни о чем, они не могут дать полноценного глубокого расслабления в случае каких-то более тяжелых эмоций. Они не могут дать полноценного расслабления в случае избыточного сексуального напряжения, которое тоже имеет свойство копиться, копиться, копиться и рано или поздно в какое-то время проявляться в форме девиантного и делинкветного поведения. В обществе говорят, что там, не знаю, такой кричит, орет, не знаю, что-то, истерит, а у него секса давно не было. В анекдотах, шутках, что-то еще. Почему он такой истеричный, какой-то нервный какой-то, вот прямо вот, что это такое? Да, избыточное напряжение сексуальное, оно порождает сильное телесное напряжение, и сильное телесное напряжение порождает взрывообразные процессы отреагирования. То есть, ты можешь вырабатывать на кого-то, крикнуть на кого-то, ударить кого-то быть может. Но это делаешь не потому, что ты такой плохой, это потому, что твое тело нуждается в более глубоком расслаблении, которого ты почему-то не можешь получить. саблимационные механизмы, они дают возможность преобразовать данную сексуальную энергию, из-за этого мы видим, что монах, сидящий годами в унастрении, имеющий ни секса, ни каких-то других слад, тем не менее, может быть очень спокойным. Саблимационные характеристики, они могут переводить сексуальность на более высокие конструктивные уровни. Вот, поэтому не все нужно сводить, то регулярно, обязательно, постоянно нужно заниматься сексом, иначе всем нам конец. не все так плохо. Также нужно понимать, что сексуальность человека очень сильно отличается. Вот, реально, если вы будете долго работать с пациентом, вы найдете такой потрясающий фейерверк, пласт разновидностей видов сексуальности людей. От людей, которые могут годами вообще сидеть без секса, даже не думать о нем, назовем это в основном людей шизоидного типа, вот, они могут полностью заблокировать эту сексуальность вообще, вот, и жить так без нее годами, то есть без нее, без секса с партнером, без мастербации, даже, вот, комментарию, зачем мне это, я не понимаю, как это мне не нужно, что там такое, вот, такие люди, если они находят партнера, в конце концов, они это часто делают не потому, что не хотят секса, они хотят вообще никакого, вот, вот, одна шизоидная пациентка, девочка, очень умненькая, программистка, шизоид, яркий, живущий полностью головой, говорил, я вот два года в отношениях, вот, но я не понимаю, зачем мне секс, ну, как бы, вот, сексик, ну, вот, там мы делаем это, ну, как-то ничего не испытываю, особенно, вот, я говорю, а что ты с парнем начал общаться, он говорит, как бы, чтобы внимания не привлекать других людей сильно, ну, уже все, 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 все это делать, я, как бы, типа, должна это делать, да, это буду белой вороной сидеть, вот, все там, а я не там, вот, маскировка срабатывает, да, то есть, она два года подряд занималась сексом с мальчиком и имитировала оргазм, вот, только, чтобы не отличаться от других, раз, а полноценной разрядки она, естественно, не получала, вот, более того, шизоидные личности, они даже могут, не знают, что такое существует, в принципе, эта разрядка полноценная, секс они игнорируют, а противоположность шизоидным личностям личности эпилептоидные, начальственные больные эпилепсии, нет, эпилептоидная личность, эпилептоидный характер, это импульсивный характер, эпилептоидная личность, вот, эти ребята, они, вот, они любят секс очень сильно, вот, приведу пример, там, один пациент, очень богатой семьи, сына нового олигарха, сообщал мне, знаешь, Борислав, у меня есть история из моего детства. Как-то раз, когда мне было 10 лет, я с папой сходил на один фильм. Этот фильм назывался «Маленький гигант большого секса». У бедняга так встряла данная метафора, так встряла, а он еще из богатой семьи был, очень богатый, там десятки-десятки миллионов долларов в состоянии семьи. И он говорит, этот фильм заштырил меня, и я решил, говорит, я цитирую, я перетрахаю всех, кому могу дотянуться. Он мне говорит, я перетрахал, прошу прощения, я перетрахал всех девок у себя в классе. Всех. Он говорит, я утром приходил, трахал одну в раздевалке, днем трахал другую в туалете, ну и вечером где-то еще он находил, вот так, всех. Этот человек, живший и дем. Он, хотя бы приходил ко мне, у него такой, вот такой, очень избыточно расслабленный. Вы знаете, у людей, которые испытывают гиперкатарсис, у которых много-много обильного очень секса, их голос начинает быть гипнотичным. Такой приятный, охлепационный. Вы расслабленные, а еще и алкоголь пьют. Вы, ребята, знаете вы что? Нет голоса более гипнотичного, чем голос человека, у которого было много секса, и он выпил немного вина. Настоящие харизматы, вот они являются критерием для правильного обучения гипноза, можно по-другому достигать, я обучаю как. Но правда, когда приходят пациенты, именно которые полностью, и главное, если вы при этом будете хранить довольство собой. Если вы много пьете, у вас много секса, и вы недовольны собой, у вас голос будет на фальцете, вы будете плохо говорить. А если вы очень довольны, вы классный, и у вас много любовников, любовниц, и вы можете пить вино, и шампанское, вы будете просто феноменально, харизматичными в коммуникации, невербальной. Наш голос напрямую кодируется, наш голос напрямую кодируется к конгломератам наших телесных напряжений и расслаблений. Вот чем больше вы напряжены всем телом, вот так, тем больше ваш голос похож на такой. Здравствуйте, я бы хотел... Вот есть люди, говорят таким способом, как будто какая-то незримая рука их схватила за одно место и держит, надавливая. Как будто спешил откуда-то. А есть люди-варяжные, которые приходят, медленно говорят, достопримечательно, что чем более статусный человек, порой заходит, более статусный, тем более у него расслабленная мошенка, один из самых глубоких, расслабленных голосов, бархатистых, были у пациентов, занимающих высокие должности в военной сфере. Когда раз у меня был пациент, генерал, 60 лет, зашел, здравствуйте, разрешите войти. Максимальная глубина, максимальная вибрация. Ну, он еще алкоголем многое пил, сексом занимался, не только женой, походу. То есть, там много уровней влияния у человека. То есть, напряжение тела влияет на голос, и по голосу человека можно услышать вот качество его напряжения и расслабления. Голос реально, послушай голос человека, и ты поймешь, можешь понять, опытный человек, опытный терапевт, по голосу человека может понять, где именно у него, что более расслаблено и более напряженное. То есть, это можно скалибровать полноценно. И это, скорее, это будет трудно научиться. Много-много-много практики необходимы для того, чтобы обрести такое тонкое и особенное искусство распознавания напряжения в теле. Агрессия, гнев, напряжение руки, челюсть, сексуальность, она, будучи подавляемой, она, естественно, что делает? Она блокирует большое количество напряжений, точнее, расслаблений, существующих у нас в тазобедренном составе. Вот, можете сделать для себя эксперимент. Возьмите, опуститесь вниманием мышцы своего таза и зафиксируйте внимание, у вас промежность расслаблена либо напряжена. У очень многих людей мышцы промежности, они вот так подтянуты, чуть-чуть постоянно. Мышцы промежности, мышцы ануса, вы можете сидеть и даже не осознавать, что там, да, все, сгусток такой. Вот, если вот там у вас сгусток напряжения, это означает, что там у вас существует опленный блок связи с сексуальностью и функция оргазма, она, она может быть тесно блокирована спектром напряжения. Что происходит, если мышцы таза, они блокируются? Это может быть чревато следующими вещами. Пункт первый. У женщин это недостижение оргазма, временного секса, вагинального минимума, это раз, иногда вообще никакого, вот, иногда только критерального, но и вагинального. Напряжение в мышцах таза у мужчин, чему чревато? Чревато симптомом в сексологии, называется эякуляцию прайкукс, то бишь быстрая эякуляция, в народе они называются скорострелами или по пулеметчиками. Вот, то есть, вот, как описывал мой пациент, я вот только-только подношу пенис к партнерше и только касаюсь головкой и все, и больше ничего. И все. И на этом все закончено. Вот такие вещи бывают. Является большой вопрос, из-за чего? Почему? Почему один мужчина против полового акта, вот, он будет держаться дольше, другой совсем мало, почему? Кстати говоря, критерий эякуляции прайкукс, как вы думаете, какой период, что такое быстрая эякуляция? Это эякуляция за какой период времени? Не больше, чем. Что? Секунда, 2, 5, 10, 15, 30. Ваши вариации. Две минуты. Почти, одна минута. То есть, если у мужчины эякуляция, если у мужчины эякуляция наступает, это классика сексологии, если у мужчины эякуляция наступает раньше, чем одну минуту после вагинальной пенетрации, формально можно ставить диагноз, что это быстрая эякуляция. Вот, ну, не знаю, одна минута и одна секунда, думаю, почти то же самое. Вот, но, но, есть, есть, конечно же, оплённые критерии, там, не знаю, размера полового акта временного. Если вы в среднем оцениваете полового акта у средней пары, то он может длиться где-то там, не знаю, от 8 до 15 минут, плюс-минус, так, средней пары какой-то. Вот, есть отдельные случаи, когда там переходит плённая граница. Вот далее имеет значение половой акт, имеющий место в так называемый конфетно-букетный период и половой акт, который имеет место в паре, которые долго живут вместе. Это разные вещи. Вот, пока вот, пока вы там, не знаю, только-только вкушаетесь друг друга, это одно, а когда, когда вы 10 лет, 15 тысяч человек, там оценивается уже тоже полноценно в характеристики оплённые. Вопрос, как вы думаете, из-за чего у мужчин может наступать и быстрая окуляция? Из-за чего? Это только физиология? Либо в этом какая-то эмоция состоится? Перевозбуждение. Перевозбуждение? А-а, не совсем так. Нет, если мы говорим о мужчине или женщине, которая долго была без секса и вот только вот-вот, и ничего подобного. А я это разочарую. Знаете, что происходит с людьми, которые как раз очень долго были без секса? Особенно наблюдалось среди мужчин, пациентов, мужчин, вот, что, ну, допустим, мужчина долго без женщины находится и вроде бы кажется ему, что там, не знаю, только прикоснется и все будет мгновенно. На деле же первый половой акт после очень долгого воздержания, он может быть очень трудно достигать эокуляторной формы. Наоборот, парадоксально. Вот, то есть, это не просто возбуждение каком-то. Нет, это не совсем так. вы удивитесь, быстрая эокуляция у тех мужчин, которые подсознательно боятся женщин. Страх. Быстрая эокуляция – это страх, это как бы ретировка. И у мужчин, у которых эокуляция быстрая, чаще всего они боятся маму свою. То есть, мать могла быть пугающей фигурой в детстве. Подсознательный страх перед женщиной – это как бы желание быстро сбежать, уйти, исчезнуть. И гораздо более редко встречаемый феномен сексуального расстройства у мужчины – вот это состояние, правда, вы особо не найдете такой нозологической единицы, но она есть. Это долгосрочная, отсроченная эокуляция. То есть, это когда мужчина занимается сексом очень-очень долго, вот, и он не может эокулировать. То есть, эрекция есть, эокуляции нет. Вот так. Вот, и здесь тоже можно задавать вопрос, что это такое. Вот, если у мужчины, как бы женщина может казаться, то, слава богу, пусть подольше, у него там полчаса, час, полтора часа, вот, некоторые пациентки там рассказывали о каких-то фантастических любовниках, которые могут это делать, там, не знаю, всю ночь подряд, вау, удивительно. За очень отсроченной эокуляцией стоит потребность в садизме над женщиной, вот, то есть, потребность в мести материнской фигуре, и там гнев, гневно-материнскую фигуру. Видите, здесь мы, касаемо как в анекдоте о терапевтах, о психиатрах, вот, если вы приходите раньше времени, у вас чувство вины, если вы приходите позже назначенного срока, это подавляемая злость, вот, а если вы приходите вовремя, у вас обсессивно-компульсивный невроз, что это означает, вот, не до здоровых, есть недообследование, и что бы ты ни сделал, врач найдет у тебя невроз, ах, господа, поэтому, если мы будем разбрасывать характеристики быстрой реакуляции, куда бы ты ни тыкнул, там обязательно может быть какое-то невротичное поведение, вот, но, правда, если очень быстро, это страх, а если очень долго, чаще скрытый гнев, ярость стоит, вот, но повторю, вторые симптомы, жалобы крайне-крайне-крайне редки, очень редки, вот, и это опять же связано с мышечным каркасом, мышечным напряжением, существующим у вас в районе гениталий, блоки напряжения мышц в районе гениталий, они могут создавать просто, не знаю, удивительные, это временно страшные симптомы, к примеру, спазмы мышц влагалища у женщины в процессе полового акта, а есть симптом, мало кто знает, называется вагинизм, кто слышал, вагинизм, вот, я когда говорю студентам, это слово, вагинизм, почему-то, которые думают, что какой-то матерный, руган, ругай какую-то, говорю, влагалища, вот, вагинизм, это, это нозологическая единица, это очень тяжелый симптом, вот, вы могли видеть эти вещи в каких-то фильмах, сериалах, обычно в фильмах это показывают, какой-то ржак, очень смешной, чаще всего, что происходит, при вагинальной пенетрации, пенис поначалу выходит в влагалище, вот, а когда он входит туда, влагалище резко спазмирует, вот, и пенис не может выйти, ну, вам может быть, почему так, там же вроде бы все должно скользить и так далее, нет, влагалище захватывает пенис, из-за того, что кровь в пенисе сохраняется, он передавливает, из-за спазма кровь не может вытечь, потом появляется как пробка, понятно, вот, да, там, там, то есть, кровь там, задавилась, кровь перетекла туда вверх, и ее там много, и спазм, и ты не можешь, вытяните, чаще всего, это необходимо вызывать врачей, то есть, самостоятельно вынуть не получится, это раз, вот, врачи обычно приезжают, и они должны колоть, вот, спазмолитики, для того, чтобы расслабить мышцы вагины женщины, иначе, вот, конечно, врачи по этому поводу могут хихикать, вот, я думаю, у нас тут есть врачи, по-моему, в коллективе, вот, ситуация редкая, но, но, у меня, по-моему, была только одна пара за всю жизнь, за более чем 15 лет, только одна пара, у которой, у которой были подобные вещи, удивительная пара, между прочим, вот, они попробовали заниматься сексом, у нее пошли тяжелейшие спазмы, вот, а потом они отказались от вагинального секса, и они 10 лет пробыли вместе, как муж и жена, но они ни одного раза полноценно не занимались вагинальным сексом, как вы, вау, ну, такие вещи могут быть, вот, такая вот бывает любовь, интересно, да, скажите, любви, любви нет, вот, она, оказывается, не только в пенисах, и влагалищик, оказывается, сдерживает в партнерских отношениях, вот, опять же, тяжелейший, а почему такой спазм возникает, за этим тяжелым спазмом, мышц промежности, стоят определенные защитные механизмы, это может быть потребность в защите себя, от кого-то, от чего-то, приставания в детстве, спазмы влагалища, это защитное, это не спонтанное сборище, это защита, и как подсознание, почему-то начинает сигналить, ты должна защитить себя, ты должна не впустить эту, его в себя, кого, мужчиной с тобой, либо кого-то другого из своего прошлого, там нужно копаться, кто именно мог обидеть, кто он мог именно сексуально приставать, давать какие-то сигналы сексуальные, и там может происходить, проявляться определенная работа, вот, в принципе, я считаю, что подобные пациенты, они должны точно хорошо поддаваться коррекции аналитической, вот, и хорошо поддаваться коррекции гипнотической, также очень хороша для них правильная дыхательная телесная работа, о ней будем говорить немного позже. Поэтому наше тело, конгломерат, набор определенных секторов, вот это верхняя часть лица, нижняя часть лица, челюсть, лоб, челюсть, вот, шея, напряжение шеи, напряжение плечей, задней части спины, верхней части груди, напряжение в районе солнечного сплетения, напряжение в районе живота, имеет значение верхняя часть живота, нижняя часть живота, напряжение поясницы, напряжение промежности, далее, напряжение ног, имеет еще значение, ноги могут спазмировать, вот, постоянные потребности бежать куда-то, вот, избегать чего-то, тоже страх там может корениться. Кстати, говоря, по походке человека, расслаблен, напряженный, тоже можно говорить о важной эмоциональной составляющей, присущей личности данного человека. И, из-за того, что мы знаем, что есть мышечный каркас, раз, любые неврозы, связанные с подавлением, любой невротический процесс, есть продукт подавления опленной энергии в теле, вот энергия там есть, и она не может выйти оттуда, из-за того, что она не может выйти, поведение искажается, постоянно. Как только энергия заблокированная, которая должна была выйти, выходит, невроз должен быть, исчезнуть. Грубо говоря, когда вы, прошу прощения, когда вы возьмете сексом со всеми, с кем вы хотите заняться, и побьете всех, кого хотели побить, в жизни, вот именно тогда ваша личность дойдет до состояния, когда невроза внесет, сексовинотропия, сексовинотропия, смех смехом, вы помните мою лекцию по истерии, это же я рассказал, как именно греки древние рекомендовали лечить истерию женщин, кто помнит, Маша помнит, Маша кивает, когда кивает, что Маша, похоже, сейчас и к практике не пришла, вот этой технике, что говорили древние греки, Сократ, Платон, Аристотель, чем лечить истерию, женщине, лечить, запомните, записываете, очень важно, девушки, методами дионисийскими, что такое метод дионисийскими, это оргиями и вином, оргиями и вином, это метод дионисийский, вот, я когда описываю эти фразы своим первокурсникам, студентам, иногда шалю, вот, такие реакции бурные вызываю, ребята, вот, вы можете, когда четвертый курс у вас будет, вы можете написать курсовую, на полном серьезе, назвать ее, лечение студентов четвертого курса психологического факультета, вот, невреческая составляющая ожидания стресса на экзамене, методами дионисийскими, практика, эксперимент, проведен, хихикают, рожут, прикалываются по этому поводу, вот, я говорю, смех смехом, но это никто не исследовал, ведь, это потрясающий полигон для научных исследований, подумайте, многие люди, быть, можно ли, вашему исследованию, они найдут мир в своей душе, вот, эмоции застреливают в определенном участке тела, и как бы ее необходимо высвободить, вот, как бы, вот, но на деле полное высвобождение всех подавленных эмоций, всех вообще полных, нереально, вот, поэтому всегда существует, как бы, некоторый баланс, граница, вот, и когда граница пересекается, общего напряжения, давайте так, таких цифр нет, ну, предположим, предположим, что наше сознание выдерживает, допустим, там, нагрузку в, там, не знаю, 10 единиц напряжения, так, если этих 10 единиц существует, то ваш личность не искажается, но как только напряжение копится, до 11, 12, 13, 14, и так далее, вот, тогда лично начинает искажаться, и если же напряжение меньше, вот, чем 10 единиц, то вы более вялый, более апатичный, вот, как-то нету энергии, вот, вы сидите, просто втыкаете в одну точку, нет еще ничего желания, никаких, полное такое, но даже человек, находящий в состоянии депрессии, или, там, шизофреник в процессе, катетической шизофрении, он сидит на месте, но он напряжен, кстати говоря, то есть, сидение на месте, в общем, вообще не обязательно является критерием того, что с вами все хорошо, да, сидеть на месте, можно очень по-разному, то есть, это некоторый условный баланс напряжения, условный баланс напряжения, и если у вашей жизни сейчас все более-менее хорошо, состоянием, то вы через свою деятельность нашли данный баланс. Терапия должна как бы подводить человека к балансу этого напряжения и расслабления в теле. Вот, допустим, какой пищи тебе предпитаться, то, что ты кушаете, у вас больше, либо меньше напряжения в теле. Среди ее очень много, перебор, мало, недобор, то же самое с сексуальностью, слишком много сексуальности, перебор, вы не можете быть социально активным, полноценно, недобор, перенапряжены. Поэтому пища, раз, это первый баланс между напряжением и расслаблением. Далее, сексуальность, баланс между напряжением и расслаблением. И сон, баланс между напряжением и расслаблением. Три ключевых элемента, три драйва, они помогают сбалансировать эти вещи. То же самое коммуникативные фазы, коммуникативная сфера. Простая речь, простой разговор другим человеком глубоко расслабляет тело. Если вы попробуете, к примеру, пару суток, помолчать двое, трое, четверо суток, а потом поговорить с кем-то, я имею в виду помолчать, реально не издавать ни звука. И когда-нибудь будет возможность, и у вас такого не было, проведите обязательно такой эксперимент. Попробуйте, где-то двое суток, не говорить ни звука. А потом, после данного периода, не говоря ни звука, с кем-то поговорить. А вы заметите уникальное состояние. Чем больше поначалу, где-то если не говорить, не знаю, полосы, все хорошо, 12 часов, все хорошо. Но когда вы уже не говорите сутки, в теле появляется странное напряжение. Напряжение растет, растет, растет. Если вы не шизой, конечно. Когда двое суток будет, напряжение будет еще расти, и еще расти. И потом, когда вы поговорите с кем-то, фразу скажете какую-то, в теле появится чувство, как будто вы алкоголик, добравшийся до водки. Хотя имеет значение общая ваша говорливость до этого, естественно. То есть, вы как я, постоянно, папа-папа, с утра до вечера, с пациентами, с другими людьми. Но для вас это будет очень тяжелый вызов помолчать. Очень тяжелый. Я стараюсь иногда делать такие вызовы у себя, летом выезжать в лес, там, не знаю, сутки, двое-трое, там, пробовать помолчать, испытывая неописывающий кайф. Если вы, в общем, молчаливы с утра до вечера, то вам нужно просто больше количества дней, чтобы почувствовать напряжение. То есть, даже речь, которую вы используете, она дает баланс напряжения, расслабления в вашем теле. Не только, не только просто, вот, пища, секс, сон. Вот. Далее, гневные паттерны. Злость, так или иначе, нас, что-то злит в нашей жизни. Не сегодня, но завтра. Почему? Ценности людей не сходятся, а рано или поздно мы нарушаем границы друг друга. И когда мы нарушаем границы друг с другом, мы начинаем злиться. Ты сел не там, где я хотел сеть там, а я хотел больше этого, а ты хотел меньше этого, а я, ты мне так не угодил и так далее. И злость на маленьком уровне, на большом уровне, она появляется. Когда злость, появляется адреналин, и в нашем теле может появиться желание вот, вот схватить кого-то, не знаю, шлепнуть кого-то, двинуть кого-то, вот, долго копить данные импульсы, это, естественно, вызывается больше и больше эффективное напряжение, которое эпилептоидных людей может сбрасываться за счет, не знаю, приема алкоголя, человек выпил, он долго терпел, во время алкоголя он может кого-то ударить, не понимая, что он делает, почему защита, она сбрасывается. У каждого человека есть, у каждого есть какое-то напряжение, часть формы телесной терапии, ребята, это способность позволять пациенту бить что-то, тоже будем говорить, как это создавалось, чуть-чуть позже, там есть целый спектр техник, где терапевт принуждает пациента к ударным практикам, нанесению ударов, чтобы избавиться от определенной монстральной составляющей. ключом, формально, формально, может быть, это три основных ключа для изменения динамики мышечного панциря, чтобы расслабить. Это работа с телом, раз, это первый ключ, в какой форме? Это либо опленный тип движения, раз, моторика, либо статика. Через статику и моторику тела можно позволить себе расслабить опленный блок. У вас вытерпленные эмоции. Ну, к примеру, допустим, если вы в стаде попробуете, не знаю, посидеть в складке, вот, и ручки к ножкам, и притянетесь, посидите так минутки две, три, четыре, а потом отпустите складочку, вы обнаружите, что по телу будет развиваться расслабление очень глубокое. Об этом, к примеру, там, хатха-йога. Входишь в позу какую-то нестандартную, удерживаешь ее, отпускаешь, и тело расслабляется. Снова другая поза, удерживаешь ее, отпускаешь, тело расслабляется. Постоешь ее в мостике, напряженный, отпускаешь, тело расслабляется. Хатха-йога, к примеру, удерживать асану, какую-то позицию, а потом ее отпускать, это влияние на мышечный панцирь. И когда ты отпускаешь асану, жесткую позицию, именно там начинается усвобождение, опленные мостальные составляющие. Именно поэтому, допустим, занятие подобных систем, оно может иметь очень интересный терапевтический эффект. Люди, не занимающиеся хатха-йогой, либо статическими каким-то гимнастическими упражнениями, а занимающиеся динамическими упражнениями, такими, например, как бег. Очень часто говорят, или езда на велосипеде, у меня были проценты, нету лучше терапевта, чем велосипед. Малый человек заявлял, вот я, вот как мне на душе бы хреново не было, я прошу домой, сажусь на свой велик и фигачу часа два-три по городу, приезжаю, иногда же как легко, мне спокойно, и мыслей плохих нету. Из-за чего это достигается? Это является вопрос. Да, конечно, там, естественно, происходит изменение химии мозга, вырабатывает дофамин, вырабатывается норадреналин, но за счет цикличных видов спорта рано или поздно мы можем влиять на напряжение мучного панцира. Вот там. И испытывать частичный катарсис. То есть, это не означает, что вы пробежав марафон, избавитесь от проблем. Нет, не избавитесь, но пробежав лимитированное количество вот километров, вот, зависит от того, сколько вы умеете это делать, то вы можете достичь некоторого высвобождения чувства. как это чувство достигается и как чувство катарсиса достигается, может быть достигнуто за счет статики, раз, и за счет динамических процессов. Все очень просто, необходимо достичь какого-то своего лимита. Как это сделать? Ну, к примеру, если вы никогда не пробегали пять километров, попробуйте пробежать. Есть большая вероятность, когда вы пробежаете первый раз в жизни пять километров, вот, вы можете достичь опленного катарсисского высвобождения какой-то эмоции. Пробегали пять, никогда не пробегали десять, попробуйте пробежать. И там может быть очень интересное высвобождение. Либо же увеличение скорости, бегали в одном ритме, попробуйте то же самое количество километров пробежать в быстром ритме, увеличение скорости, вы можете достичь катартической функции, какая-то эмоция, она может высказить из вас. Почему многие люди подсаживаются на бег, на такие нагрузки, смотришь, тупняк какой-то, человек выходит, бежит, 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 тупо как-то, что-то интересного такое. А вы думаете, зачем? Люди, которые подсаживаются на цикличные виды спорта, они обнаруживают, что когда они долго это делают, они достигают состояния близких к оргазминам. Конечно, это состояние близких к оргазминам. Если вы попробовали, кто там долго бегать, мог, бегал или долго ездить на велосипеде. Я помню тот момент, когда у меня было лет 20-25, я первый раз на велосипеде проехал 100 километров, ехал до границы и обратно, сотню сделал. И я помню это состояние, это не связано с сексом, сексуальностью, это состояние какого-то дикого, глубочайшего расслабления, как будто оргазма всем телом, например, не сексуального толка. Расслабление такой степени приятное, к которому хочется вернуться, хочется повторить, оно неописуемое, оно удивительное. Там начинается, либо количество увеличиваешь, либо интенсивность увеличиваешь. Из-за этого люди, к примеру, увеличивают количество дальности бега. Из-за этого тяжелоатлет увеличивает вес штанги. Почему? Нельзя просто ходить и качаться одним весом просто-напросто. Выбираешь, ты будешь атлетичен в тонусе. Неинтересно оргазменное состояние катартически достигается у тяжелоатлета за счет увеличения веса. Вот тогда у него появляется пик, и у него появляется глубокое расслабление, которое он привыкает достигать именно с помощью данной системы. То есть статика и динамика. То есть влияя на свое тело статикой, влияя на свое тело динамикой. То бишь любые цикличные формы спорта. Бег, велосипед, плавание являются одним из самых оптимальных. Самое оптимальное для города, я считаю, велосипед самый оптимальный. То есть нету где бегать по большему еще в периоду. Или там, да, лучше всего в воздухе катарсис достигается гораздо лучше там, когда есть более свежий кислород. Потрясающего катарсиса могут достигать люди, занимающие единоборство, между прочим, способные бить по грушам, либо бить партнеров в спарринге. Но появляется вопрос, а являются ли самыми проработанными боксеры? Нет, это не так. Почему у них функция катарсиса блокируется, потому что они постоянно этим занимаются. если вы постоянно каждый день пробегаете по 20 километров, это вначале будет катарсис, а потом его не будет. Да, сори. Если вы каждый день бьете по груши час, вот катарсиса не будет. Поначалу он мог быть, поначалу, а потом он исчезает. Сори. Вот, поэтому если вы используете эти вещи именно как терапию, то есть бег можно использовать правильно как терапию, и на велосипеде, плавание, удар по груши, иногда я пациентам, и некоторым, когда я вижу, что у них есть подавленная сильная злость, гнев, я говорю, найди себе тренера по боксу, кикбоксингу, чтобы он не подержал лапу. Пациент будет держать лапу, и он будет бить. И я вижу пациента отказываться от этого дела. Вот, например, мужчина влюбился в женщину, она была жената, в общем, погуляли, она забеременела от него, но у женщины был муж, вот, он нанял на мелодионных убийц, сгонялся с этим мужчиной, сам иногда на него настигал, иногда бил ему лицо. Вот, этот пациент приходит ко мне, вот такой вот, я смотрю на него, у него по телу гуляет агрессия, гуляет, я говорю, слушай, чтобы высвоить это чувство, тебе нужно просто пойти и побить грушу. Он не послушал меня. Вот, наблюдал его динамику спустя год, вот, постоянная взрывообразная потребность кого-то помучать, вот, кем-то поиздеваться, вот, подвести какого-то человека к себе, а потом бросить и наслаждаться, кайфовать от того, что ему плохо. Откуда эти вещи происходят? Садизм, откуда это потребность? Если ты не добил грушу вовремя или не добегал, вот, или не достоял там планки, вот, то энергия, стоящая в твоем теле, рано или поздно пойдет на что? На мучение другого человека. Вот, потому что садисты, они находят функцию нового способа расстреливания. Садист видит, что когда рядом человеку другому плохо, другому мучается, то в его теле появляется ощущение расслабления глубокого. Вот, да, да, именно мучение человека рядом дает ему возможность расслабиться. Вот, если вы подседаете на это, все, ваше поведение будет постоянно следовать в одном направлении, а этого можно было и не достигать. Поэтому, чем более интенсивные нагрузки вы порой даете своему телу, тем потенциально вы можете спасти себя и других людей от опленой полусознательной жестокости. Я лично считаю, что если человек может выдерживать тяжелые нагрузки на тело, он гораздо лучше контролирует свою эмоциональную сферу, гораздо лучше. Поэтому я рекомендую вам, как терапевт рекомендую, рекомендую для себя какую-то дисциплину удерживать, вот, сам, велосипед или какой-то бег, или там что-то еще, плавание, и постоянно, вот, как-то разок, два-три раза в неделю ее активизировать, потому что за небольшой процедуре тренировки может быть целый мир, целый мир терапии, целый мир терапии, самотерапии, человек, который регулярно дает своему телу физические нагрузки, ему реже нужна помощь терапевта, реже, значительно реже, и врача, вы его понимаете, вот, поэтому не напрягайте себя слишком сильно, одним из даже потрясающих ресурсов для трансформации, терапевтическое, тоже является именно удерживание статических позиций, вот, тело, хатха-йога, вот, либо дисциплины близких к ним, вот, и еще, кроме статики, кроме динамики и кроме ударов, еще, условная динамика удара, вот, очень важно дыхание, глубокое дыхание, один из самых чудесных инструментов телесно-ориентированной терапии, и если, если бы я бы сводил описание телесной терапии до какого-то одной фразы либо пару слов, я бы говорил, просто глубоко научитесь дышать, все. Если вы научитесь глубоко дышать, рано или поздно вы поймете все законы и принципы телесной терапии, вот, это ключ, самый-самый базовый, самый основной, он, данный ключ со мной находится дольше, чем я являюсь терапевтом, гораздо дольше, вот, у меня в моем арсенале энное количество дыхательных практик, которые я постоянно использую, применяю для коррекции себя, своего поведения, и я вам скажу, нет терапевта более крутого, чем умение контролировать свое дыхание, умение контроля дыхания и умение глубоко дышать, чтобы запустить процессы обреакции, отреагирования внутренних эмоциональных составляющих. ребята, полтора часа почти говорим, если у вас вопросы, задавайте, пойдем на переменку и потом продолжим. Слушаю вас. Вопросов нет, тогда сейчас 21, 28, 38, давайте в 40 минут, welcome to the second part of our lecture. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Добавил субтитры 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 в нашем мышечном панцире, и начинает искать способы его разрядки. Он предлагает некоторые упражнения физические, наподобие сгибов, разгибов, которые могут помогать временно расслабить мышечный панцирь. Но все-таки Райх был больше вербальным аналитиком в большей степени, и особого акцента именно на физических упражнениях, как ни странно, именно акцента на физических упражнениях и на каких-то серьезных дыхательных практиках он не делал. Хотя ближе к концу своей жизни начинал представлять своим пациентам вот некоторые и дыхательные упражнения, легкие в частности. Но это не было то, что сейчас происходит в терапии. Райх начинает быть известен некоторыми очень интересными, называемыми эзотерическими даже моделями. То есть в начале жизни он был профессиональный, он был аналитиком, говорящим все о сексуальности, но чем дальше он практиковал, тем больше он уходил в сторону от науки. И рано или поздно вот этот уход в сторону от науки его привел к, ну скажем так, очень большим проблемам в научной сфере. Какую идею он преподнес? Он преподнес идею о некоторой так называемой органической энергии. Не органика, а орган, энергия оргона, либо латинский организмус, живое существо. Как определить этот термин органическая энергия или аргонная энергия? Такой псевдонаучный термин, который обозначает, ну скажем так, некоторую универсальную энергию жизни. Этот термин был предложен Райхам в его рамках теории о причинах отдельных психических болезней. И теория органической энергии, или аргона, была, естественно, очень сильно критикована коллегами Райха за то, что он, мягко говоря, пренебрегал, скажем так, научными методами исследования, разработки доказательства данной теории. Вот. И также, ну, игнорировал множество законов физики, и в особенности термодинамику. В теориях органической энергии он был, мягко говоря, очень похож на своего научного предка, человека, с которого начался гипноз. Если вы, да, были у меня лекции по гипнозу, вот я по истории гипноза, я упоминал, что вот таким дедушкой гипноза был Антон Мессмер, немецкий врач, который как бы открыл некоторый магнитный флюид. И он говорил о флюиде магнитном. Говорил о том, что тело человека – конгломерат магнетизма. Вот. Можно магнитом влиять на него. И там, где болезнь, там размагниченный участок тела. Потом он говорил о том, что данный магнитный флюид есть у врача, и врач может передавать этот магнитный флюид. Некоторые сценические гипнотизеры, они до сих пор исповедуют идею так называемого магнитного флюида. Они называли, да, флюидисты. То есть, кто такой флюидист? Флюидист – это практика гипноза, который считает, что гипноз, он возможен только тогда, когда магнитный флюид от гипнотизера передается человеку по центру. Порой перед выступлениями, на выступлениях некоторых сцеников гипнотических вы можете видеть опленные такие интересные пассы руками. Человек на сцене, гипнотизер, он рисуется вот на каком плакате, вот так вот делает, да? Такая картина. Что это означает? Для чего это? Не вот так, в смысле, а вот типа что-то источается, видно, да, уходит. Считается, что этот пасс руками обозначает, что я транслирую магнитный флюид. Да, то есть мое тело источает данный флюид, транслируется по отношению к пациенту и начинает его преобразовывать. Потом ученики МЭСПРа разделились на две категории – флюидисты и анимисты. Флюидисты считали, что гипноз достижим только за счет трансляции магнитного флюида. Анимисты считали, что все происходит только за счет того, что, ну, это как бы гипноз – рефлекторное состояние человека, то есть никакого флюида не нужно, вот к черту флюид, и мы не имеем практики ничего общего с трансляцией чему-то. До сих пор существуют люди, которые являются значительно интересными профессиональными личностями, которые утверждают, что флюид есть. И часть этих людей, естественно, они опираются на теории, концепты китайских и индийских философских традиций, потому что магнитный флюид Антона МЭСМОРа, живущего в 18-м столетии раз, и его трансляции, который очень похож на аргонную энергию, о которой говорил Райх при изучении, который так замечательно игнорировал законы термодинамики, очень похож на то, что в Китае знают энное количество тысяч лет и называют это таинственной энергией ци, либо чи, существующей в нашем теле. То есть по теории китайской традиции в нашем теле есть энергия, называется ци. Ее невозможно зафиксировать буквально, но она есть. Есть ци мужская, есть ци женская, инская, янская ци. И проблемы начинаются тогда, когда, например, допустим, ци плохо течет по телу. В контексте, да, плохо перетекает. Китайская народная медицина говорит о том, что в нашем теле есть меридианы, то есть некоторые незримые сосуды, по которым течет энергия. Есть сосуды, которые помогают активности тех либо других органов. Если сосуд, допустим, блокируется, канал, энергия не течет к органу, и человек начинает страдать, заболевать от энергии. Так вот, идеи работы с исцелением ци и балансирования этой ци в теле можно датировать одним из древнейших медицинских трактатов. То есть, если смотреть самые ранние, давние медицинские трактаты в мире вообще, то один из самых древних трактатов, которому несколько тысяч лет, я не помню точно дату, сейчас забыл, вот это трактат «Желтого императора о внутреннем». Вот так. Вот, в принципе, данную работу можно найти, она издается, в принципе, ее можно купить даже, можно рекомендовать. Трактат «Желтого императора о внутреннем». И там, в общем, император, суть изложения книги – это беседа императора «Желтого» с врачом. И они беседуют о болезнях, о причинах болезней. И врач подробно описывает, какие болезни появляются, когда, в случае чего, что произошло ссы человека. Поэтому идеи Райха по поводу аргонной энергии, мягко говоря, не было новой. Этой идеи несколько тысяч лет вообще. Но данная идея, по крайней мере, наукой той, западной, она, естественно, была максимально неприемлемой. Мы с ним говорим о китайских мастерах, которые демонстрируют публично работу с данной энергией в Китае, то энергия ци в Китае изучается наукой китайской очень-очень давно. Часть, подавляющее большинство экспериментов закрыто, заблокировано, западные люди не могут их видеть. Но феномены использования этой энергии, они описываются в журналах, в научных иногда журналах, в лаборатории работают по изучению очень интересных подобных феноменов. То есть я говорю, это человек, который эту тему в свое время изучал достаточно глубоко. Интерес научный к работе с энергией ци в китайской науке существует уже очень-очень-очень давно. И, ну, западная наука, 20-е столетие, середина годов, вот, естественно, представление аргонной энергии, чистый абсурд, никакой связи с физикой. Тем более Райх-то начал говорить о том, что он, ну, к примеру, ребят, почему у него были такие сильные упреки на него, что он не имеет никакого отношения к науке. Райх сказал, что энергию аргонную можно собирать в камерах, определенных. Что Райх делал для сбора так называемых аргонных аппаратов, оргонных аппаратов. Оргонный аппарат – это ящик деревянный, который изнутри вымощен фольгой металлической в несколько слоев. Райх начал утверждать, что если вымостить фольгой ящик, то внутри ящика начинает собираться аргонная энергия. Если посадить человека, посадить человека в данный ящик, с аргонным накопителем подобным, то рано или поздно болезни человека начинают уходить. Райх даже значит утверждать, что с помощью таких аргонных аппаратов можно лечить в полуторе рака, раковых заболеваний и так далее. Естественно, это тоже очень сильно не понравилось ученым. Почему? Потому что сам принцип этого ящика, который собирает энергию за счет конструкции энергии, оно, естественно, прямо противоположен концептам современной физики. Вот так. Как бы типа это невозможно, энергия не может так просто собираться. в представлении обычного физика. Вот. Райх лечил своих пациентов в данных ящиках. Вот. Если вы погуглите аргонный аппарат либо аргонный ящик, вот. Вы найдете картинки? Вот. Можете сейчас сделать. Сейчас посмотрю, какое слово более правильно. Попробуйте аргонный аппарат. Аргонный аппарат. Картинка. Нашли, вы должны увидеть сразу эти вещи. Если вы вобьете аргонный аппарат, вы увидите доктора Райха, женщину, сидящую в ящике. Вот. Вот это все реальные эксперименты существующие. Более того, если вы добавите в гугле аргонный аппарат и сделаете купить, а вы обнаружите еще интересные вещи. Вы обнаружите, что в принципе есть так называемые аппараты аргонной энергии, которые можно приобрести. Сейчас смотрю, есть ли они тут близко. Аргонный. Сейчас, сейчас, сейчас. Потому что когда-то они были, сейчас что-то другое показывается. Минутку. Сейчас я скажу, как правильно аргонный аппарат. Сейчас я не вижу. Раньше, где-то несколько лет назад, я видел их продажу даже. Не знаю, где они есть. Аргонный ящик. То есть, последователями Райха аргонные аппараты, они изготавливались еще долго после его смерти. на тему аргонных аппаратов, аргонных ящиков. Я знал людей, которые изготавливали их, делали их. Более того, я нашел информацию, что в начале 90-х годов был большой эксперимент в России, Москве, в какой-то клинике московской. Установили этот аргонный ящик. И там постоянно, каждый день, целую очередь пациентов в клинике частной сидели в данном аргонном ящике, аргонном аппарате. То есть, иногда врачи пробовали применять эти вещи, и это не то, что ушло там, не знаю, кануло в лету. Многие духовные практики, люди, занимающиеся йогой, медитацией в домашних условиях, изготавливали, изготавливают данный ящик. О, тут Рома в чат что-то выкинул аргонный аккумулятор. Нашел, Рома. Всем посмотрите в чате. Аргонный аккумулятор, наверное, купить нужно писать. Да, вот посмотрите аргонный аккумулятор. Там вы что-то можете найти, купить, например. Вот, некоторые люди, практикующие йогу, медитации, они могли изготавливать, могут изготавливать, я знал таких людей. Вот, и дома, в домашних условиях, сидеть в данных аппаратах, накапливать энергию. Себе и исцелять, комментируя, говоря, что это действительно добавляет очень много сил, очень много энергии, очень-очень. Также я рекомендую, я глубже не буду рассматривать данную тему, но кого заинтересовали, это аргонный аппарат, аргонный аккумулятор, аргонный накопитель. Вы найдете очень много статей, писаете в интернете, поисследуете. Ну, а эта тема, она в большей степени считается эзотеричной, и современная наука, по крайней мере, артодексальная современная наука, вот она старается это не признавать. И, в общем, Райх был таким пропагандистом, он в конце жизни отошел от своих теорий, там, не знаю, работы с телом, он стабильно что делал, он клепал эти ящики, сал пациентом туда, и пациенты у него там много часов пребывали в ящиках, накапливали энергию. Это, конечно, врачам очень сильно не нравилось. Вот, в общем, Райх начал издавать кучу текста научного, псевдонаучного, с точки зрения описания процесса исцеления. В общем, врачи, коллеги в Америке начали на него очень сильно жаловаться. Рано или поздно, за распространение псевдонаучной литературы, Райха упекли, подали под суд, то есть было слушание суда. Райх был таким нетерпимым на суде, защищая свое изобретение, что ему умудрился очень сильно хамить судьям. После чего Райха, как я помню, сажают в тюрьму. Это раз. Его сажают в тюрьму. И его судьба печальная, через два года в тюрьме, в 50-х годах 20-го столетия он умирает от сердечного приступа. Он умирает в тюрьме в Америке, заключенный в тюрьме. И интересно, в 50-е годы в этот туалет в некоторых городах Америки публично на площадях жгли книги Райха. Как я помню. Вот такие феномены варварские. Это еще 50-е годы 20-го столетия, ребята. Книги Райха жгут на кострах, но невзирая на то, что Райх был очень эзотеризирован и говорил о концепте, непринимаемом наукой этого времени. Его идеи генитальной личности, то есть критерии здоровой личности, личность генитальная. То есть личность, которая способна к отреагированию сексуальному, полноценному. Он считал, это личность, которая может прийти к условно-неневротическому состоянию. Личность, способная отпускать напряжение мышечного панциря, мышечного каркаса, его идеи уровня, мышечного панциря, каркаса, они стали основой, базой будущих телесных форм терапии. И формально именно Райх становится, если не буквальным папой телесно-ориентированной терапии, то минимум дедушкой. То есть он сам буквально с телом, как все, не работал, но его ученики начинают работать очень-очень хорошо. И один из самых ярких учеников Вильгельма Райха это Александр Лоуэн, американский терапевт, создатель биоэнергетического анализа, биоэнергетический анализ. Он был учеником Вильгельма Райха с 40-х по 50-х годов, с этого столетия. Так что он является среди сексуальной сущей, рядом книг по телесно-ориентированной терапии. родился он где-то в 1010 году в Америке, в Нью-Йорке, был юристом изначально, и потом начал обучаться у Райха по его направлению психоанализа. Кстати говоря, направление психоанализа Райха называлось характероанализ. Вот такая приставка характероанализ. Лоуэн по своей практике делал акценты на чем? Он давал ряд упражнений физических, своим пациентам, которые были в чем-то похожи на хатха-йогу. Складочки, разгибы, прогибы, провороты, прокруты тела, где пациент должен был осуществлять глубокое дыхание и какое-то время пребывать в них. Далее Вергейм Александр Лоуэн начал давать опленные дыхательные более полноценные техники для того, чтобы отреагировать энергию, чаще всего дыхательные сессии были небольшими, на уровне 10-15 минут. И Лоуэн говорил о том, что, чтобы правильно выразить чувства, необходимо занять позицию тела и начать определенным образом дышать. И Александр Лоуэн был известен именно при внесении в терапию именно ударных техник. В какой-то степени Александр Лоуэн является отцом боевых искусств буквальных. Для терапии он организовал у себя в подвале в доме боксерскую грушу. Он повесил ее не чтобы тренироваться физически, а поместил ее, чтобы отреагировать чувства. Он заметил, что когда мы носим удары по груши боксерской, часть энергии эмоций начинает выходить из нас. Он начал рекомендовать эти вещи своим пациентам. Если груши у него не было в кабинете, он мог использовать практику. К примеру, он давал пациентам палку и заставлял их бить по подушкам, выражая, выкрикивая опленные фразы ключевые. Идеи Райха многократно развивались, модифицировались. Я добавлю, что имеет значение не просто ударная техника, не просто ты бьешь по груши и у тебя будет исцеление. Совсем так. Здесь мы подходим к теме так называемого терапевтического телесно ориентированного вуду. Что это значит? Это когда ты не просто грушу бьешь, ты представляешь на грушу человека, который тебя зазлил очень сильно. И если вы будете представлять картинку человека, который вас очень сильно бесит, и будете по картинке воображаемо наносить удар, вы получите неописимое ощущение разрядки. Для нашего мозга этот удар будет так, как будто удар нанесен по человеку. На самом деле есть разница. Представляете ли вы что-то, видите что-то одно и то же. Поэтому в принципе любые удары нанесенные по картинкам, вы можете вспоминать, что идеи отреагирования не существовали подобной формы. Это существовали в магии, традициях колдовских. Поминайте магов, которые делают куклы всякие, которые долбят их. Кто помнит этот фильм «Истикские ведьмы», помните, как три ведьмы, блондинка, брюнетка рыженькая, они издеваются над куклой дьявола, мужчины, у него дьявол сидит, и они в иглы втыкают, а ему там плохо. Мы не будем утверждать идею, что если ты будешь втыкать в куклу, там человеку будет плохо. Если мы ограничимся одними идеями терапевтическими, если вы будете бить воображаемую куклу человека, который он сильно насолил, мышечный каркас ваш, он отпустит напряжение. Часть напряжения уйдет. То есть, с помощью воображения и удара можно исцелить себя. И мы не будем утверждать, говорить, да, либо нет, там есть магия, нет магии, правильно делали колдуны, или неправильно они делали. Мы не будем это вообще касаться сейчас, у нас академический контекст. но, я вам скажу, минимум, то, что они знали, в чем толк, они знали только отреагирование. Не имея значения, есть магия либо нет магии, но отреагирование катарсис достижимо однозначно. Из-за этого появляется идея, концепт терапевтического вуду. Когда сам терапевт становится чем-то вроде такого метафорического вуду-колдуна, который позволяет своему пациенту перепрожить эмоции. Сейчас расскажу один пример прикольный, веселый, одного терапевтического вуду осознанной пациентки. Приходит пациентка, рассказывает, у нее муж, ребенок, но она говорит, я постоянно, не знаю, муж у меня хороший, деньги зарабатывают, стараются, но я почему-то постоянно испытываю к нему чувство презрения, отвращения. Я не знаю, почему. Таштату даже, так что. Копаемся, исследуем. Она нашла себе мужчину хорошего, теплого, но она его изначально не любила. Вообще с любовью были проблемы, потому что до него был мужчина, которого она любила, классика, разбил ей сердце, ушел от нее, насолил ей ублюдок, тварь, сокин сын, ненавижу, чтоб ты сдохнул. Самая классика отношений. И энергия убийственная, ненависть и презрение к тому мерзкому мудаку еще осталось. И что она? Она на текущего мужчину, она же не отреагировала на того, не отреагировала. И естественно, эти эмоции набросившего аута, они сочатся через мужичный панцирь, каркас, через фильтр, выхода на текущего мужчину. И как сапер настоящий, я естественно должен обезвредить бомбу. Сапер терапевт. Сейчас мы обезвредили. Все внутри не взрывалось, она вышла наружу. И я говорю пациентке, давай попробуем поисследовать, а что ты хочешь с ним сделать? С этим своим бывшим, который тебя бросил. Я ничего не хочу с ним сделать, что-то прошло, ушло. говорю, если что, сейчас мы найдем. И рассказываем упражнение, а я в свое время выдумал упражнение, прикольное, смешное, поделюсь с вами, думаю, вам зайдет, и некоторые даже возьмут его на обиход. Очень в чем суть данного упражнения? Данное упражнение активизирует проективные механизмы. То есть возьмите человека, которого сильно насырлил. Раз в жизни. Сильно. Поменялся жизнь худшему. А потом представьте себе, что вы являетесь директором ада. Вы. И прошло там много лет, все умерли, и вы умерли, и этот человек попадает в ад. Попадает, а вы директор ада ждете. и вы должны как директор ада назначить ему процедуры. Терапевтические. Я обычно задаю пациенту, вот ты как директор ада, какие процедуры ты хочешь назначить этому человеку. И мгновенно подавляющие людей, они такие проекции интересные описывают. От себя я ничего не могу, а директор ада такую штуку я тебе расскажу вот так вот эта женщина войдя в роль у нее глаза такие темные сатаницкие становятся вот такие психопатичные такие вот такие словно психопата и говорит я его хочу мучить на костре проткнуть его и на огне крутить такая реакция очень спешно вот и грустно я говорю хорошо сейчас сделаю я хороший терапевт у меня в шкафу есть вертеля вот есть там свечки специальные процедуры для верчения грешников хороший терапевт должен просто обязан иметь и что я быстро делаю а у меня пластилин детский берем ручку мы быстренько клепаем с ней фигурку вуду терапевтическая клепаем фигурку этого любовника я беру свечку зажигаю свечку берем этого любовника на вертеля клад посадим и я такой бери она берет этого своего любовника на вертеля и я говорю жги его как ты хотела жги ты хотела его жечь на вертеле ее реакция такая она подносит боится подносит и только она поднесла своего любовника к огню она отбрасывает я не могу говорить я не могу чего он говорит все я его простил правда да все я не и я наблюдал за ней удивительно для многих людей необходимо просто получить фрейм ума что ты можешь сделать что-то для нее ума достаточно было ощутить что вот ты в моих руках здесь и я могу тебя ввечь и только она получила ощущение что я могу тебе сухин ты сын отомстить у нее случился катарсис у нее часть энергии она вышла у нее пошло расслабление пошло спокойствие умиротворение и реакции на мужа потом поменялись почву вот здесь вы видите пример это не избиение куклы подушки палкой полового это создание метафоры агрессивной то что я вам сказал это не совсем телесно ориентированная терапия но в принципе этот механизм полностью используется и в телеске то есть когда вы не жжете что-то а когда вы бьете что-то телесная терапия она говорит приложить некоторое моторное усилие для того чтобы повредить образ существующий это работает работает очень круто представление удар представление удар иногда работает очень хорошо если мужчина то там может рекомендовать ему добить груши либо я иногда пробую просто приставить на стенке и нанести легкие удары по стене чтобы не ломать только руку естественно лучше так не делать конечно но иногда мужчинам можно для того чтобы именно человек во время удара испытал некоторое болевое ощущение когда ты бьешь и получаешь ощущение боли для мозга более сильный катарисис идет более резкий более жесткий а если ты бьешь и ничего не испытываешь там нужно ощущение силы приложения усилия почти телесная форма терапии но и разновидность молодой человек мой бывший студент попал в тяжелую ситуацию он закончил вуз уехал в другой городок в общем в другом городке его какие-то мошенники подтолкнули на бизнес-аферу в бизнес-афере они ему попросили слушай мы тут деньгами занимаемся и нам нужен условный директор компании они его сделали директором компании и начали отмывать деньги компании платя ему какую-то сумму ну и если вы знаете эти схемы то обычно именно за этими директорами приходит налоговая полиция а методы налоговой полиции непростые у нас непростые люди которые работают в данной сфере они прекрасно могут выбивая информацию взять человека положить багажник отвезти в лес вытащить из багажника к голове приставить пистолет рядышком с головой начать палить выбивая из человека вот с моим студентом сделать то же самое то есть его поместили в багажник вывезли в лес и выбивали из него информацию вот так сказать понятно потом с ним было все хорошо все хорошо замечательно но состояние у него было тяжелое потом реально тяжело можете понять я подумал что просто ударной техники может быть недостаточно здесь необходимо что-то иное не просто бить образ нужно необходимо необходим звук выстрела в общем у меня для терапии получилось достать вот есть настоящие пистолеты есть пистолеты которые просто издают звук там есть патроны и там нету дула там запечатано но звук как будто это вышло буквально есть я достал для этого пациента такой пистолет это раз придется его в офис и говорю ему возьми руку держи пистолет и представь что перед тобой прямо стоит человек который рядом с тобой над тобой издевался ну он в общем полобоймы у него высадил условно вот испытал неописуемое высвобождение то есть для тела для сознания этот инструмент был полноценным выстрелом по нему то есть ты слышишь отдачу револьвера ты чувствуешь резкий хлопок пули для разума это выстрел формально это почти лоуэновская телесно ориентированная терапия запускает мощные и очень сильные катартические процессы то есть это бить создавать метафору стрелять искусственным револьвером который дает хлопок вот эти вещи они могут подойти а может сработать если вы хотите более реалистичных впечатлений тир сработать в качестве каждом городе есть тиры где можно пойти взять в аренду пистолет винтовку вот возьмите картинку человека который вас чуть-чуть застал повесьте на тир постреляйте немного вот прицельно вот это и смешно но одно время нету процедуры более терапевтичной вот единственное дам вам небольшую подсказку я крайне не рекомендую подобные вещи использовать по отношению к текущим сексуальным партнерам это раз не рекомендую далее не рекомендую использовать эти вещи по отношению к своим детям образом детей два и по отношению к образом родителей три катарсис вы испытаете но катарсис подобных родов он может быть воспринят вашим суперэго вашей моральной инстанции как очень плохой поступок из-за этого потом можете столкнуться с конфликтом вот поэтому на членов семьи я не рекомендую использовать жесткие вещи вот именно метафоры уничтожения буквально метафора просто удара хлопка если вы попробуете дать пощечину какому-то члену своей семьи по боксерской груши хлопок удар хлопок может быть подсознание воспринято более-менее естественно а может быть и нет он аккуратен некоторые берут данные техники и заставляют пациента папа тебя обидел бей папу папу побьет а потом криз будет интересный очень интересный криз может быть я не рекомендую исходя из своих наблюдений к этим вещам прибегать только по отношению к людям либо партнерам которые уже не партнеры сексуальные прошлого либо по людям которые не имеют отношения непосредственного к вашей семье вот если есть вопросы прокомментируйте их скажите мне что-нибудь по теме лоуэна по теме катарсиса через удары и позы позиции ребят одним из самых я считаю крутых и мощных телесно ориентированных терапевтов которые начали работать с позами позициями движениями был Моши Фельденкраиц это украинский еврей человек который родился в Украине вот я не помню где именно родился по-моему не ошибаюсь он родился в городе под названием Славута вот ну могу ошибаться город Славута в Украине потом он переехал в Израиль потом он переехал вообще в Англию а потом переехал в Америку в общем он известен был тем что он был он был инженером он потом был военным и еще он даже изучал различные системы японской самообороны увлекался джиу-джитсу японским вот и дзюдо более того он был лично знаком с создателем дзюдо дзюдо и даже по-моему получил черный пояс и преподавал вот после после Второй мировой войны вот он обнаружил что он получил очень сильную травму служа в армии вот и он начал сам и естественно разрабатывать для себя определенную систему восстановления тела определенную систему физиорабилитации наблюдая за тем что меняя напряжение расслабления определенных частков тела и правильно двигая свое тело правильно последовательно двигая свое тело можно запустить исцеляющие процессы физиологические в теле он исцеляет у себя тяжелые физические травмы вот и человек в какое-то время просто практикует свою систему создает свою систему движений вот и только спустя длительный период времени он начинает эту систему движений преподавать и ей начинает инсервироваться не только физиотерапевты врачи но не знают интересоваться и психотерапевты кстати говоря громадное восхищение работами Моши Финденграйца выражался создатель нейролимистического программирования Ричард Бендлер вот одной из работ он говорит о том что наблюдал за Моши наблюдал за его работой и был глубоко в восторге увы в НЛП очень мало глубоких телесных практик вот но если смотрим на Ричарда Бендлера на его поведение и потом посмотреть на видео Моши Финденграйца обнаружить что Бендлер явно кое-что смоделировал у него минимум на уровне ведения лекций и семинаров если попробовать прокомментировать что же такое метод Финденграйца название метод Финденграйца метод Финденграйца он делится на две ключевых системы практик одна система практик это практика выполнения упражнений за ведущим то есть пример вот первоведущий и он показывает какое-то упражнение сел так потянулся вдох выдох сел так потянулся сел так и циклично переходишь в одну позу в другую в одну в другую складка раскладка складка раскладка сгиб разгиб сгиб разгиб которые ассоциированы с дыханием глубоким протяжным ну и таким способом проходят занятия по методу Моши Финденграйца то есть это похоже как бы со стороны может быть похоже на какую-то группу по аэробике либо по группу по йоге либо группу по пилатесу в чем-то похоже вот но эффект и цель глубокое расслабление тела раз координация движения тела два вот и дохождение до состояния включения определенных систем восстановления тела значит правильного движения и правильного дыхания другая часть более известная это часть непосредственной работы с телом и это больше похоже на массаж в свое время у меня получилось поймать одного тренера по технике Моши Финденграйца одна немка приезжала в Украину вот и я когда первый раз испытал на себе технику работы Финденграйца я был в восторге глубоком вот особенность его работы то что человек который массажирует вас вот он едва касается тела чуть-чуть коснется руки чуть-чуть ноги чуть-чуть поднимет руку одну другую немножко голову поднимет и через какое-то время у тебя тело как будто как будто взрывается щелк буквально чувствуешь как будто вот ты был окован вот такими вот ремнями они как будто лопаются у тебя всего 20-15 минут работы я помню я испытал такой уровень расслабления который я не испытывал никакого массажа я помню я шел домой в отель я была в Киеве я был вау я такое никогда не испытывал никогда не чувствовал новое абсолютно иное состояние иное ощущение недостижимое от занятий спортом обычным недостижимое дыхательное иное расслабление поэтому если мы будем говорить о функциях катарсиса достигаем через удар через какую-то позу через дыхание все эти расслабления они не синонимичны они разные они отличаются друг от друга вот поэтому если когда-нибудь у вас будет возможность вы увидите там не знаю человека который проводит семинар по методу ферлинграица иногда бывали у нас заезжие тренера вот ну чтобы вы понимали я помню в данном семинаре у меня получилось поучаствовать сколько года три назад не так давно и на тот период времени в Украине еще не было ни одного человека полноценно сертифицированного практика было около десятка людей которые только начали обучение то есть таких специалистов мало их почти нет вот единицы знаете почему обучение длится лет пять-шесть вот на это нужно затратить на это нужно затратить где-то тысяч 20 долларов тысяч вот плюс-минус выехать вот там каждый год вот и и и очень долгое обучение запредельно долгое обучение вот этот целый путь жизненный какой-то такой длительный вот поэтому без какой-то особой фиксации на данной теме вот вы скорее не пойдете туда вот объяснить человеку там не знаю украинскому терапевту что там это очень круто просто ребят я думаю этого можно научиться гораздо быстрее и у меня нету лично навыков глубоких в данной технике я знаю некоторые приемы всего лишь на всего но скажу если вы когда-нибудь встретите мастера работы в системе Моши Фельденграйса хватайте бегите платите идите и просите если вы с вами поработали вы испытаете неописуемое абсолютное удовольствие от работы с чекмастером потрясающе вот и элементы этих техник можно очень круто инквестировать в работу если вы работаете с целым телом человека глубоко вот в принципе также есть определенные семинары записи на ютюбе кому-то интересна данная тема кое-как элементы обучаловок можно найти в принципе я рекомендую вообще в общем найти некоторые записи семинаров Моши Фельденграйса парочку часиков посмотреть как этот старый дедушка преподавал данную систему вот очень рекомендую для общего развития очень-очень рекомендую потому что я считаю что без наблюдения за работой Моши Фельденграйса знания о телесной терапии у вас будут редуцированными вот один из самых крутых вот техника Станислава Грофа его холотропное дыхание формально нельзя его классифицировать как бы просто как телесно-ориентированная терапия но если мы говорим о технике холотропного дыхания это почти почти есть суть телеска там идея философия трансперсональная формально Гроф был практиком трансперсональной терапии но метод именно технический арсенал это чистая телеска это дыхательная техника это обычный человек ложится на пол на каремат ему не дают никаких ударов никаких поз он просто лежит начинает глубоко дышать делая глубокие вдохи и глубокие выдохи и делая быстрые глубокие вдохи и выдохи рано или поздно твое тело само начинает приобретать опленную позу нужную наносить опленные удары хаотичные по полу начинаешь кричать частью освобождения энергии мышечного паза крик и дыхание оно само проводит тебя через естественные позы крики и удары которые необходимо тебе сделать для достижения состояния катарсии отечения там нету никаких препятствий единственное что там может делать терапевт если вы например посмотрите записи старые грофа его объяснение работа телесная его обнаружили что гроф иногда работал с телом пациента но он не пробовал помогать человеку ударить что-то нет когда человек дышит он просто мог иногда сдерживать его избыточное движение с целью концентрации концентрируя энергии катарсиса в опленном направлении то есть человек избыточно махает головой гроф мог подходить много сдерживать голову чтобы моталось так сильно активно махает руками гроф подходить и сдерживать руки чтобы человек сконцентрироваться на движении существующем в теле и взрывообразно выразить эмоции а если руки очень быстро махают то быстрые полеты быстрое махание может заблокировать катартический процесс и сделать движение холостым и акцент там вот есть движение оно позволяется иногда блокируется иногда поощряется и человек просто час подряд принимая пленые позы позиции рано или поздно измененное состояние сознания в этом состоянии человек переживает внутренние фильмы сопровождающиеся обильным катарсисом и для терапии необходимо пройти энное количество сессий иногда одну иногда две иногда три четыре больше в зависимости от того что человек переживал в прошлом картинки и фильмы могут быть очень различными и очень сильно отличающимися то есть если вас сексуально насиловали то вы можете испытывать ощущение переживания каких-то адов адских измерений внутренние фильмы они похожи на сновидения это может быть рай ад чистилище это может быть другой мир это может быть фантазия из детства это может быть перинатальная сфера вы можете чувствовать себя эмбрионом внутри своего тропы матери многие люди занимаясь холостым дыханием они вспоминают свои прошлые воплощения это естественным феноменом для данной формы очень часто начинают вспоминать себя как человека жившего в другом месте в другое время вот и для данной формы работы анализ прошлых воплощений вообще является естественным более-то сам Гроф иногда приводит в своих книгах свои личные воспоминания о своих прошлых воплощениях вот хотя формально является ортодексальным психиатром вот и если вы никогда не пробовали работу с холотропным дыханием вот обязательно попробуйте один из самых уникальных методов работы я сам провожу семинары по холотропке уже более лет 12 давно 10-12 лет и я вам скажу более уникального метода я не найду практика которая включает в себя все вот и единственное что дыхание очень простое но если вы дышите первые разы очень рекомендую чтобы с вами был терапевт объясню почему потому что интенсивное дыхание без терапевта рядом вот оно может привести к тем состояниям где вам может понадобиться помощь если вы опытный дышальщик если вы сами уже умеете пребывать в состоянии сознания порожденным глубоким дыханием все хорошо но если вы попробуете когда-нибудь попробовать данный метод испытать его на себе я рекомендую найти группу где есть человек который ведет ее и в случае чего вам может помочь принять роды вашего катарсиса вот потому что суть работы терапевтическая там чаще всего это способность приземлить пациента вот так приземлить то есть человек может так далеко улететь и быть в таком состоянии не очень адекватном в контакте с травмой своей что требуется искусная работа вот Маша Хихика это она была она в семинаре и видела такие приземления иногда причем длящихся очень долго вот требуется особенный навык и мастерство как бы человек неожиданно впадает в альтернативную личность начинает ползать по полу хихикать я видел такой пример как пациент или пациент во время сессии холотропа прямо в офисе после сессии она вошла в состояние какое-то звериное начала ползать по полу ползти за моей ногой выползла в коридор и пребывала в данном состоянии минут десять подряд в глазах был полный неадекват вот только потом она вышла иногда данного состояния люди могут приземляться долго десять минут пятнадцать минут двадцать минут не все конечно же приземление это возврат обычно в обычное состояние сознания и человек который никогда не имел дела с работой с измененным состоянием состояния пациента это может очень сильно напугать очень сильно напугать то есть тут требуется подготовка желательно с доставником который тебе будет объяснять и если у человека получается это ты делаешь это если происходит это ты делаешь это а проинструктировать человека к холотропному дыханию очень легко очень легко из-за этого кстати говоря очень много людей которые дают семинары по холотропному дыханию они не знаю могут собрать людей и положить их на ковер и чтобы они дышали а потом что делать с людьми если вот у человека крышу сдвинуло они не знают и потом чтобы крыша сдвинулась ну не знаю это один из ста хорошо покатилось один из ста людей но такие люди появляются ой что же делать вот я видел видел примеры того когда люди которые практикуют как тренера холотропного дыхания они не только не улучшают состояние человека они значит впадение самостоятельного в истерию еще усугубляют состояние пациента вот так такие вещи могут вот поэтому на поверхности техника холотропного дыхания может казаться может казаться очень простой вот и как будто там не нужно никакое образование ребята там образование необходимо именно в тех экстремальных моментах когда появляется тот самый один из ста вот который немного катухой слетает вот и тогда мгновенно ты понимаешь для чего ты так долго учился зачем ты тратил там не знаю вычитал книг 20-30 по этой теме и ты там не знаю обучался долгие годы терапии понимаешь динамику вот почему ну этого будет того стоить поверьте мне вот потому что людей может заклинивать в этих состояниях и худшие формы человека после терапии подобные могут временно отвести в дурку вот так вот так прекрасно я таких примеров не видел буквально но думаю есть вот поэтому работа с катарисом глубинными доставания эмоций чувств психотравм с помощью дыхательных техник вот оно является процессом похожим на разминирование бомбы вот неправильно разминируешь вот то и может быть фигня как в состоянии пациента так я не стращаю не все так опасно как я описываю но тем не менее эти вещи нужно понимать поэтому техника работы с позами статика динамика ударная техника дыхательная техника являются ключами к трансформации к естественной работе существует и множество других форм других методов телесной терапии их там не знаю это количество десятков мало-мало-мало знакомых потому что разные терапевты находили свои способы чуть-чуть другие отличающиеся но суть почти не менялась так или иначе некоторые терапевты они используют комбинацию я отчасти работаю с телом и отчасти работаю с психоанализом анализирую человека часть на тело влияю а часть влияю на ум человек а другие говорили а вообще на ум не влияем просто работаем с телом никаких анализов никаких разговоров просто тело дал работаю с ним и сейчас есть метод филденграйдса там нету никакой работы с умом там есть только телесная работа в отличие от этого работа несловагрофа очень сильно привязана в аналитический процесс вот Александр Лоу он комбинировал телесные упражнения эффективно с анализом полноценным из-за этого это назывался биоэнергетический анализ это пример ярких описаний ребят и напомню все эти техники они в вторую степень не приходят либо из йоги либо из сигуна либо из моих искусств или дополню либо же из традиций которые называются магией вот оттуда многие формы терапии черпают свое вдохновение вот из-за этого появляется действие терапевт делает как будто то же самое как какой-то колдун почти один раз это моя история по поводу женщины пациентки которые мы вот умустили ее бывшему влюбленному любимцу вот формально показывают как будто мы колдуем но тем не менее мы работаем как терапевт ориентирован на цель и там колдовства никакого нет вот там есть всего лишь терапия и ориентация на функцию катарсиса в данном сегменте работы вот так в общем я тему попытался раскрыть очень рекомендую прочесть книгу Вильгелия Марайха функции оргазма вот так вот поверьте мне вы будете выглядеть импозантно на других людей когда будете читать данную книгу где-нибудь в публичном месте вот так закрывает книгу функции оргазма многие люди будут очень интересоваться девушка рекомендую данную работу для ознакомления книгу Вильгель Марайха Александра Лоуэна я рекомендую такую книгу как Радость так и называется Радость Александр Лоуэн Радость если вы хотите более глубоко изучить тему холотропного дыхания Стеннистого Грофа я рекомендую книгу с одноименным названием холотропное дыхание Стенгроф либо любую другую книгу он почти во всех своих книгах говорит о данной технике вот тему вроде бы хорошо рассмотрел корни вот предтечий формирования теория практика движение вот тема глобальная крутая интересная вот и поверьте мне в этой теме такое количество интересных практик можно подчеркнуть для себя что не передать что работа работа с пациентами может плавно перейти как работа с собой вот и универсальное потрясающее уникальное состояние которое можно достигать с помощью тех либо других форм интересной работы вот поэтому рекоменд очень люблю эту форму очень люблю вот и она является кладезем для для опознания психики человека если вопрос у вас есть по теме задавайте вот и если вопросов нету мы мы будем потихонечку заканчивать наверное нашу лекцию так слушаю вас ожидаем комментарии комментариев хорошо в таком случае я формально завершаю нашу лекцию Дарья я завершаю сегмент школы терапии посвященный работе с векторами терапии то есть мы больше не будем во время этого учебного года говорить о направлениях терапевтических и у нас на подходе третий сегмент школы терапии который назвал грани психотерапии грани психотерапии это курс ориентированный на ключевые темы с которыми работает терапевт первый сегмент это профили с кем ты имеешь дело второй сегмент это инструменты чем ты работаешь когда ты понимаешь с кем ты имеешь дело это два и третье это ключевые темы с которыми терапевт встречается что это за темы там будет 8 лекций я сделаю аннаунс этих 8 лекций в группе школы терапии эти лекции касаются сексуальной патологии агрессивного поведения темы наркотиков которые принимают пациенты пациенты самых разных наркотиков темы любви смерти темы сновидения темы философии личности темы личной духовности то есть там будет спектр тем все они максимально интересны кстати говоря это третий сегмент школы он по моему мнению один из самых ярких если вы проходили только вот мои мои лекции посвященные профилям и векторам вы думаете неплохо ярко веду вот поверьте мне там будет гораздо ярче то есть там я буду гораздо чаще описывать примеры своей практики давать уникальные мощные модели и вы создавите для себя уникальную карту именно именно грани терапии в которых вы окажетесь рано или поздно так или иначе следуя путем терапевта по жизни и работая с собой другими людьми ожидайте грани терапии скоро будут в аннаунсе и скорее всего первая лекция будет через неделю в среду это не будет долгосрочная перспектива это сейчас среда начало лекции первая я скажу какая тема я выберу лучше дать поначалу вот так что ожидайте вот на сегодня мы с вами завершаем нашу работу господа буду прощаться с вами да пребудет с вами терапевтическая сила пока-пока удачи счастливо bye bye удачи 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 Продолжение следует...